И всем привет дорогие друзья! Я очень рад вас видеть всех. Сегодня мы продолжаем играть в This War of Mine с новым прохождением, с предыдущим опытом, с наличием всего того накопленного, что мы успели уже сделать. Поэтому давайте надеяться на то, что следующие выжившие, та группа из трёх человек, будет крайне профессиональная. И мы победим. Привет, привет ещё раз. Привет, Вовак. Привет, Владик. Привет всем, ребята. Поехали. Заново, с новыми силами, выживать. О боже мой, что это такое? Становится очень... Становится очень... Зима? Ребята, такого не было. О-о-о-о, я подозреваю, ребята, будет крайне сложно. Вот это рандом. Вот это да. Неожиданно. Сразу зимой. Ну, что поделать. Привет, Алекс. Месяцы непрерывной бомбардировки превратили эту часть города в море руин. А в то время как большинство жителей бежали искать убежище в другие районы, где меньше снайперов. Эти заброшенные дома стекаются менее удачливые. В эти заброшенные дома. Те, кому негде больше укрыться. Майрин потерял все нажитое в пожаре. Спалившим его мастерскую, война забрала у Бориса и Эмили близких, превратив их в обездоленных одиночек. Они наткнулись на дом, маломальски защищающий от непогоды, и решили переждать осаду в нем. У нас есть новый персонаж. Два новых персонажа, которых я вообще не видел и не трогал. Это Эмили и Борис. Офигеть. Афинити перечисляет 300 рублей и говорит, поехали. Спасибо, бро, большое. Спасибо. Ребята, у нас новые персонажи и зима. Ну, это просто жесть. Неожиданно. Спасибо большое. Сейчас сердечко запилю, естественно. Привет, дружище. Привет, Систам. Всем еще раз привет, ребята. Я не знаю, сейчас будет очень сложно, мне кажется. Так. Давайте быстренько сначала разгребем завалы. И соберем весь лут, который у нас есть. Будем действовать быстро и профессионально. Абсолютно все собираем. Зима минус один. Ну, минус один нормально. Минус один, я думаю, терпимо. Привет, Деменеус. Привет, ребята, еще раз всем. Главное, чтобы ресурсов было много в доме. Потому что это тоже, насколько я понимаю, рандом жесткий. Так, здесь ты открываешь. Ты идешь... Нет-нет-нет, не разгребать завалы. Ладно, кто на первом этаже идет вниз. Собирать то, что нужно. Ты сразу идешь строить верстак. Борис. Сильный, но медленный. То есть Борис, он... Хорош будет для убиения врагов, да? Наверное, так отмычка есть. Хорошо. Нам нужно сделать верстак, сделать лопату и лом. Смотрите, у нас сразу печка есть. Так, первым делаем верстак. Особенности национального выживания в зимний период. Кстати, это очень сильная троица. Точнее, двоица. Но тут-то надо грамотно приоритеты ставить. Сейчас разберемся по приоритетам. Отпираем пока все, что заперто. Давайте медицину тоже откроем. Игра называется «Как достать соседа» не дофинити. Игра называется «Как выжить. В военное время». Так, что мы имеем? Мы имеем верстак. Печка у нас одна есть. Также нужна кровать и кухня. Давайте сделаем плиту. Все будем расставлять точно так же. Сынок, не гавкой. Начинается. Все будем расставлять точно так же, как мы делали в прошлый раз. А внизу у нас пойдет кровать. Жалко, что дом всегда один и тот же. Ну, возможно, что-нибудь изменится. Да, и у нас хватает ресурсов на то, чтобы сделать кровать. Мы сейчас сделаем кровать. Наверху делается печка. Внизу нужно разобрать завалы. Так, кто у нас? Медленный Борис. Пускай Мэйрин. Мэйрин, мастер на все руки, пойдет сейчас отпирать остальные помещения. Также нужно сделать лом. И... И что еще? Лом и лопату. Это очень важно. Так, плита готова. Борис пускай занимается такими вещами. Привет. Так, значит... А у нас нет ресурсов. Офигенно. Офигенно просто, ребята. Дрова зато есть. Много дров. Поэтому можно растопить печку. Давайте одни дрова сейчас добавим. Еще поищем ресурсы. Видимо, я все уже здесь расшатал. Не знаю, ребята, что из этого выйдет. Ну, посмотрим. Одни дрова добавлены. Печь топится. Плюс 2 у нас температура. Все постройки и апгрейды заказываем. Ладно, давайте руками разгребать здесь завал. Раз мы не можем сделать пока... Мы не можем сделать лопату. Это очень плохо. Лопату сделать нельзя. Разгрести тот завал тоже нельзя. Вот наверху можно что-нибудь сделать. Зима в первый день. Да, именно так. Зима у нас наступила в первый день. Привет профессионалу. Привет, бат. Рад тебя видеть, дружище. Так, сори. Давайте сейчас девушку направим сюда. Внизу у нас разгребается завал. Эти завалы тоже нужно будет разгребать. Да, плохая ситуация. Плохая ситуация. Еды в доме мало. Что еще? Еды мало. Материала на лопату и фомку нет. Не знаю даже, что делать. Посмотрим, что у нас будет по вылазке. Сколько там всего. А ты играл уже в эту игру на стриме? Афинити. Да, прошлый стрим же был. Позавчера. Так, пускай парень не стоит у нас. Занимается тоже делами. Используем отмычку. Плохая ситуация. Сегодня новая комбинация персов. Новая комбинация персов. Новые условия. И всегда получается рандом. Лома нет. Я открыть не могу эту дверь. Будем надеяться на вылазку. Давайте здесь еще разгребем. Ресурсов в доме мало. Еды практически нет. Материала нет. То есть полный попадос сейчас. Да ладно, а я где был? Не знаю, Афинити. А почему вчера не было стрима? Я вчера чуть с ума не сошел. Не знал, чем заняться ассистом. Но вчера были другие дела. Так, здесь тоже открыть не можем. Сахар, вода. Ничего полезного для нас сейчас нет. Ладно, разгребается завал снизу. Пускай девушка. Не, пускай парень лучше разгребает верхний. А мы не можем. Ну все. Пора выдвигаться. Если попадется... Да, в гараже мы были. Парню антибиотики мы не продавали. Так, да. Но зато спасали бездомного. Что мы имеем? Мы имеем гараж, кстати говоря, о котором сейчас говорили. Но в него не добраться. До войны здесь была автомастерская. И управлял пожилой мастер и его сын. Это понятно. У нас новая многоэтажка. Ну-ка. В этой многоэтажке шли тяжелые бои. Когда повстанцы столкнулись здесь с военными, большинство людей уже покинуло зону. Бой уже закончился. И там должно остаться много вещей. Поскольку люди убегали в спешке. Нифига себе, ребята. Здесь должно быть много лута. Много этажей, да? Насколько я понимаю. Поэтому давайте мы отправим добывать здесь на Бориса. Офигеть. 17. 17 слотов. Это очень много. Здорово. Игра интересная. Крайняя. Привет, Джус. Это будет Борис, наверное, да? Спать охранять будет Мэрин. Мэрин охраняет. Борис пойдет добывать в многоэтажку. Поехали. Ничего с собой не взять. У меня ничего с собой нет. Условия ужасные, ребята. Я не знаю. Сколько здесь можно наванговать. Какие ваши прогнозы по выживанию? Конечно, хочется... Выжить здесь. Ну, блин. Условия какие-то странные, честно. Ладно, давайте собирать. Собираем пока все. У него 17 слотов. Это очень много. Потом уже будем выбирать. Во-первых, нам нужны инструменты. А из-за чего у Бориса 17 мест в рюкзаке? Нет, у Бориса всегда, видимо, 17 мест. У каждого персонажа свой рюкзак. Есть персонажи, у которых разные слоты. Так, здесь курочку мы взяли. Еда зато есть. Еда и материалы. То, что нам нужно. Еда, материалы. Дальше. В коляске что-то есть. Несколько предметов, погремушка, улыбающаяся игрушка-краб, погрызанный детскими зубами, полупустая бутылка с соской и, вероятно, детское питание. Кто-то забыл их здесь в большой спешке. А может быть потому, что больше в них не нуждался. Ну, никакой подсказки не дает нам это... Это место. Жалко. Просто так лутаем. В доме, видимо, нет никого. Пока собираю все. Там даже кофейные зерна попались. Почему ты провайкно... В смысле, я же не по одному сейчас брал. Я сейчас все беру. А вот здесь... Ладно, давайте материалы возьмем. Возьмем материалы. Доски не берем пока. Выкинем саженцы сюда. Можно, в принципе, стаскать все. Да, скорее всего, я стаскаю все на улицу. Так, вот это надо взять. Вот это надо взять. Здесь у нас место есть. Самокрутку. Самокрутку тоже заберем. Курильщики у нас есть. По-моему, у нас не было курильщиков. А если перс будет со статусом наркоман, где гашиш искать будешь? Не знаю, такого пока не было. Кофе тоже заберем сейчас. В принципе, нормально получилось распределить. Да, мы взяли и материалы. Мы взяли и еду. То есть материалы, еда, шестеренок можно больше, по-моему, вместить. Сейчас посмотрим. Давайте чекнем весь второй этаж. Посмотрим, что будет дальше. Ножовки с собой нет. Здесь нельзя ничего распилить. Это разве многоэтажка? Ребята, это три этажа. Это не многоэтажка. Так, там материалы. Ну, приходить сюда, возвращаться будем сюда уже с ножовкой, видимо. Потому что дальше не пройти. Это нифига не многоэтажка. Ну, все, сюда не попасть. Уходим. Возвращаемся домой. Смотрим, что случилось в лагере за это время. Борис. Сильный, но медленный. Нормальный он по скорости. Не знаю, что-то его как-то слишком принизили. По-моему, вполне адекватный. Борис уже в убежище. Хорошо. День 2. Хороший улов. На самом деле улов правда хороший, потому что есть и еда. Эмилия явно заболела. Ей необходимы лекарства. На второй день. А лекарств у нас нет. Ладно, давайте займемся домом уже до конца. Мастер на все руки, пускай сейчас собирает лом. Зима, именно зима. Нам нужна лопата. Лопата и фомка. Сначала делаем лопату, потом фомку. Ребята пока голодны, кормить я их буду, когда они будут сильно голодны. Эмилия у нас болеет. Где Эмилия? А, Эмилия вон в кровати лежит. Приходит в себя больна. Надо ей медикаментов достать. Ну, возможно, придет к нам... Ух ты, а это что такое? Ну-ка, Борис. Ага. Надо сугробу еще разгребать. Снег. А что я могу делать? Мы можем растопить его в воду. Четыре. Вот это да, в зиме есть свои плюсы, ребята. Дома минус один. Растопим сейчас печь. Сейчас сделаем фомку. Делаем фомку, лопата у нас есть, завал и быстро разгребем. Теперь можно спокойно делать себе воду. Это очень круто. Также нужно будет растопить печь. Печь пойдет топить. Ладно, Борис, давайте. Давай, сделай еще. Главное, не заболей. Да, ребята, это круто. Это очень круто. Надо сейчас открывать дверь здесь. Здесь мы сейчас разбираем завал. Лутаем то, что есть в шкафчиках. Борис продолжает делать воду. Офигеть, лута вообще в доме нет. Это какая-то невезуха. Ладно. Чистим нижний этаж. Потом открываем здесь фомкой. Наверху мы уже все пролутали. А сюда нужно еще попасть. Да, сейчас за это время все сделаем. Борис закончил с водой. И ему можно спокойненько идти наверх. Идти наверх, взламывать верхний этаж. А внизу мы и так справляемся. Так, что там с чатом у нас? Ой, чат заглючил что ли? Ребята, у нас чат глючит. Неприятно. Сейчас, сейчас исправим. Вот, все хорошо. Значит, внизу разбираем завалы. Сейчас открываем все, что видим. Борис пойдет наверх. Верхний этаж уже почистить. Время у нас есть. Еще полдня. Эмилия заболела. Талантливый адвокат. Зачем мне талантливый адвокат в военное время? Я судиться ни с кем не собираюсь, как бы. А вдруг это возможно, ребята? Открываем. Заперта. Фомка занята. Сейчас фомка освободится. У нас одна фомка, поэтому можно сейчас... Вот сейчас можно открыть, да, шкафчик. Сейчас чистим здесь завал. Надо растопить. Печь будет сразу же. Сейчас чата не видно. Черный квадрат. Вот. Здоров, Десмак! Привет, ребята, еще раз всем. И, наконец-то, у нас есть антибиотики. Медикаменты. Они мерзкие на вкус, но способны спасти жизнь больному. Давайте мы как раз медикаменты на Эмилию потратим, раз она больна. Топим здесь печь. И идем взламывать сюда. Отмычку возьмем с собой на вылазку. Не будем фомку брать с собой. Сделай снежки. Депрессию. Игру и снять можно. Замечательно. Сейчас нужно домик почистить. Депрессии пока у нас нет, поэтому все хорошо. Расходные материалы, базовые предметы. Нужно будет готовить на следующий день уже еду, ребята. Хочешь спойлер? Привет, Игорь! Не знаю даже. А тут можно есть детей? Нет, детей есть нельзя. Более того, здесь, если ты ограбишь стариков, некоторые персонажи могут сильно расстроиться из-за этого. То, что мы забрали еду у пожилых людей. Поэтому мы не будем пока вгонять в депрессию никого. Надо вылечиться. Эмилия, Эмилия, сходи, возьми медикаменты. Здесь тоже ни черта. Но есть бинты. В доме плюс два. Мы всего лишь до плюс двух смогли нагреть. Нужно новую печь ставить. Потом, что еще нам нужно сделать? Голодин, устал. Ну, ничего страшного. Когда будете сильно голодны, вот тогда мы вас покормим. Да, Эмилия берет медикаменты и ложится снова спать. Она же будет спать у нас в кровати. Охранять у нас остается всегда Мэйрин. Что еще нам нужно сделать сейчас по дому? Нам нужно улучшить верстак. Повара, к сожалению, у нас нет. К сожалению или счастью, не знаю. Возвращаться мы в многоэтажку не будем. Люди сейчас нервные и подозрительные. Лучше их не провоцировать. Хорошо, ты садись пока, отдохни. Приготовим еду на следующий день. Нужно сделать нож, наверное. Хотя давайте посмотрим, что у нас по ресурсу, чтобы апнуть верстак и получить топор. Дырки закрой. Чтобы дырки закрыть, нам нужен верстак второго уровня и топор. Еще тыкни в печь, там до шести стаков. А зачем сейчас готовить много? Так, а чтобы улучшенный верстак сделать, нам нужно... 20 компонентов. Дерево есть. 6 запчастей нет. В общем, надо выдвигаться будет сейчас уже. Завершаем день. А, печки одной хватит, только желательно... Итак, у нас появляется несколько... Несколько вариантов, да, перемещения. Армейский блокпост. Те, кто стреляет днем, ночью торгуют друг с другом. У этих солдат много товаров на обмен. В особенности их интересует алкоголь. Но нужно проявлять осторожность. От них можно всего ожидать. Угу. Здесь еще задолго до войны жили бездомные. Они всегда надоедали и, возможно, не смогли пережить недавний голод. Их опасаться нечего, и мы можем найти что-нибудь полезное. Ребят, ну это какой-то троллинг, если честно. Никаких, ни супермаркета, вообще полезных мест нет. Гараж? Гараж забаррикадирован. Игорь Стэдхам переводит 30 рублей и сообщает, это спойлер. В смысле? А, 30 дней? Или что? Я не понимаю. Спасибо, бро. Армейский блокпост пойти не пойду. Много еды здесь зато. Нам нужны как раз ресурсы. Давайте, еда у нас есть. Пойдемте за материалами, запчастями и прочим. Пускай спит у нас снова больная Эмилия, спит в кровати. Мэйрин охраняет, потом поспит. А добывать пойдет опять же Борис. Борис возьмет с собой только одну отмычку. Отмычку и лопату. Итак, мы попадаем в ветхий трущоб. А, здесь надо было еду с собой же взять, ребята. Я вспоминаю, здесь был нищий. Ммм, не взяли мы еду с собой. А здесь еды. Но зато здесь есть много материалов. Доски мы выкладываем. Сахар выкладываем. Сделаем вот так. Посмотрим сейчас, что здесь вообще есть. Может немного оружия найдем. Так, наверх пошли. На выходных посмотрю, я сейчас на мобильном качестве только могу смотреть. Да, ровно 16 символов. Не везуха. Так, отроемся здесь. Нам нужны шестеренки. Нам нужно апнуть верстак и получить топор. Или медикаменты и попасть в гараж. Но в гараж мы попасть не можем, потому что он забаррикадирован. Тоже непонятно, да? Дрова у нас есть. Много компонент. Да, компоненты нам нужны. Так и оставим. Пока здесь ничего не трогаем, идем наверх. Посмотрим, что здесь есть. А, вот как раз шестеренки. То, что мы и искали. Электрические детали. Электрические детали пока нам, наверное, не пригодятся. Поэтому оставлю здесь. Нужны еще шестеренки и нужны еще компоненты. Ну, компоненты я уже заберу, которые остались. Сейчас посмотрим. Много дров. Дрова невыгодно с собой носить. Лучше получить топор и нарубить их дома. Будет их очень много. Поэтому по чуть-чуть пока собираю. Так, здесь что? Грустно. Грустно. Давайте пороемся здесь. Много компонентов. Много. У нас еще есть два слота свободных. Оставим пока один. И вот как раз эта самая картина. Кто-то, кажется, нарисовал эту картину совсем недавно. Люди в богатой одежде сидят в разрушенном, заваленном обломками здании. Видимо, это какая-то метафора. Да. Я очень хочу есть. Вы можете мне помочь? К сожалению, я не могу помочь этому человеку сейчас. Но мы вернемся сюда в будущем и поможем ему. Не говори с бомжом. А то в депрессию вгоняет. Ну вот. Я уже поговорил. Ладно. Ладно, давайте. Собираем здесь все, что есть и выходим отсюда. С бомжом пока говорить не буду. Еды я с собой не взял. Какая может быть депрессия? Если бы я мог ему помочь, я бы ему помог, естественно. Надо было взять кусочек еды. Я просто совсем забыл, что именно ветхая трущоба у нас требует как раз с собой еды. Борис уже в убежище. Надеюсь, никто ни на кого не напал. Интересно, зимой нападения происходят чаще или реже? Тоже непонятно. День 3 Привет, посмотрите на все эти вещи. Вот каждую ночь бы так. И эта ночь прошла спокойно. Отлично. И вроде бы Эмилия выздоравливает или выздоровела. Сейчас глянем, что там с Эмилией у нас произошло. Так. Готовь. Готовим еду. Он же мастер на все руки, пускай готовит. Мы сделаем всего лишь два комплекта еды, ребята. Ладно, делаем два комплекта еды. Спускаемся вниз. Эмилия слегка больна уже. Уже не больна. Поэтому давай, Борис, растопи печку и ложись спать, потому что тебе снова нужно будет на вылазку. Нет, пускай Эмилия растопит печь, а Борис ляжет спать. Эта еда не пропадает, надеюсь, да? Слегка болен у нас Мэйрин. Сколько нужно на апгрейд печки? Обогревать жилище гораздо эффективнее. Используйте, используя меньше топлива. Привет, Зиек. Привет, ребята. Привет еще раз, Тиш. Дай ему кусочек сахара. Кстати, кусочек сахара. Давайте реально сейчас в следующую ночь попробуем вернуться. Если не откроется ничего нового, мы пойдем к бедному голодному. У меня жуткая головная боль. Мэйрин теперь заболел. Ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы за проблемами у нас. Еще с болезнью теперь бороться. Давайте посмотрим, хватает ли нам на апгрейд верстака и сделать топор. Да, мы можем. Апгрейдим верстак, делаем топор, будем заделывать дыры потихонечку. А апгрейд печки оставим на потом. Да плюс один у нас происходит разогрев. Кушать, пока никто не кушает. Еда, интересно, день пропадает или нет. Иди полечи Эмилию. Пускай она присядет здесь немножко. Еды не хватает теперь. Но зато верстак сделали. И можно сделать топор. Нет нужных компонентов. Зато есть возможность сделать ножовку. Давайте сделаем ножовку. Ножовку будем брать всегда с собой. Эй, Трино, что за игра такая? Игра про выживание, дружище. Так, слегка больна, голодна. Сильно устал, голоден. Борису придется вылазить все равно. По ночам вылазки делать. Другого варианта я не вижу. Нам нужны дрова, нам нужно сделать топор. Давайте посмотрим, сколько ресурсов не хватает сейчас на топор. Топорик. 4-1. 4 всего. И 3 компонента оружия. Где их брать, непонятно. Нужно идти туда, где есть много оружия, что-то обменивать. У нас много компонентов зато. Дровдров хватает, в принципе. То есть еще печку растопить можно 5 раз. Они болеют, потому что не натоплено в доме. Я понимаю, в доме вот как раз сейчас топится. До плюс 1 печка держит, потому что погода на улице плохая. Если я еще дров добавлю, увеличится ли температура? Температура не растет, поэтому они просто сжигаются и начинают новые. Кровать сделай еще. Ну, задача сейчас сделать топор. Давайте, кстати, посмотрим, сколько кровать стоит. Если сделаю кровать, то я потрачу ресурсы. Я даже не могу ее сделать. У меня нет дров. Это основной компонент. Их нужно много, они берутся по 2. А, вот, понятно. Чем больше дров я добавляю, тем больше температура. Все. Все. Понял. Я бы с удовольствием поела. Да, все бы с удовольствием поели, но не сейчас, родная. Поэтому давайте завершим этот день. Хотя, если он весь день будет... Да, уже просто устал, Борис. Отлично. Борис просто устал, поэтому встает. Я тот, кто сильно устал, ложится спать. Ты слегка больна. Займись. Раз уж ты слегка больна, сделай нам воды. Ты идешь, посидишь на стуле. Сделаем водички и снега. Растопим. Три. Смотри внимательней. Растет температура просто не сразу. Да, все, все понятно, уже увидел. Слишком много дров надо. Так, из чего я могу еще сделать дрова? Давайте проверим. Так, Майрин. Сейчас сделаем дрова там. Хотя нам только поесть можно. Ладно, пускай ложится. Пускай день пройдет сам собой. Мы сделали еще воды. Закрываем дверь. Десять снега, набирай минимум. Игра очень интересная с Таджиренем. Привет еще раз, бро. В таком холоде легко заболеть. Ну, топится печь. Пускай топится. Так, она слегка больна. Здесь ничего не меняется. Голод у всех не сильный. Поэтому пускай останется еда на плите. Дрова можно сделать из девушки, кстати. Ну да. Привет, бро. Как дела? Отлично, кукуруза. Так, значит. У нас появилась малая обитель. В ветхую трущобу можно взять еды. А там, по-моему, оружие. Там какая-то щедрая награда у него была. Да, и там дров много. Поэтому возвращаемся в ветхую трущобу. Нагружаем это все дело Бориса. Этим делом, точнее. Да, спит в кровати у нас. Мэйрин, а Эмилия теперь охраняет. Раз уж она слегка больна. Готовим его. Забираем. Говорят, можно дать сахар. Давайте возьмем с собой немножко сахара. Один кусочек сахара возьмем. Попробуем так откупиться. И возьмем... Патрон. Нет. Возьмем сахар и на всякий случай овощи. Если вдруг он сахар не возьмет. А я думал, что если бы ты стримил, игра бы быстро надоела. Ибо экшену мало. А так общаешься, сидишь без напряга. В смысле, не понял. Так, нам нужно быстренько покормить сейчас того человека. И забрать много-много дров. Чтобы сделать себе топор. Так же нам нужны компоненты. Кстати, сахар здесь же был. Неужели сахаром можно было кормить? Сахаром вряд ли можно его накормить. Ну, давайте. Нужно узнать, что за шум. Да-да, привет. Добрый вечер, сэр. Я очень хочу есть. Вы можете меня, конечно, могу покормить. Да, сахар нельзя дать. Поэтому даем ему... Овощи. Не знаю, как вас и благодарить. Вам спасибо, сэр. Сейчас должен нам показать нычку. Зря овощ взял. Это вообще дефицит. Но посмотрим. Привет, Джи-Джи-Ван. Посмотрите за бочками. Это любопытно. Давайте сейчас. У меня все плеера лагают. О, боже мой. Да, здесь же ничего полезного. Здесь спирт и камень. Это не рандом. Я надеялся, что будет рандом. Ни запчастей для оружия, ни черта вообще. Ох. Кстати, вот про дефицит. Кто-то сейчас сказал про дефицит. Да. Берсерк. Ну, у меня в одном прохождении было очень много овощей. Очень странно. По-моему, здесь все завязано как раз на рандоме. Вот чистый спирт, ну, тоже попадался. Конечно, реже, чем все остальное. Чем все остальное. Забираем дрова, пока у нас есть возможность. Привет, привет, Вейдер, дружище. Она не открывается. Так, она не открывается, значит. Хорошо. Мы не взяли с собой ни отмычки, ничего. Соберем все, что может быть наверху. Ну, спирт мы обменяем. Хорошо. Спирт мы обменяем на запчасти для оружия, например. Сначала хоть... Да здесь рандомное начало всегда. Даже в доме вещи, которые тебе попадаются, это полный рандом. Их может быть очень много, а может быть вообще по минимуму. Так. Ладно, нагружу себя дровами полностью. Не думаю, что здесь будет еще что-то полезное. Поэтому все. Загрузили и выходим. Сахар до 10 стаков. Да, давайте сейчас добьем стаки. Вдруг что-то мы не взяли. Что-то упустили. Да, вот здесь. О, сахар где-то здесь был. А, внизу, по-моему. Да, внизу был сахар. Сейчас его заберем и выбегаем отсюда. Сейчас сбегаем вниз, заберем сахар, выходим. А, там еще есть этаж, ребята. Там же есть еще этаж. Ножовку не взял с собой. Не знаю, я сколько играл, даже с учетом быстрой постройки. Грядки, мне их вечно не хватало. Ну, посмотрим, что будет в этом прохождении. Единственное, что сейчас не радует, ребята, это зима. Зима, это очень плохо. Мне сейчас приходится заботиться о вещах, которые раньше вообще не делал. Неприятно. Так, 7 стаков. Женя, я взял этот сахар, чтобы попробовать ему, его дать товарищу. Сахар для самогона нужен. Основная валюта в игре. Он подсказывает Берсерк. Что случилось там? Что случилось там, ребята? Почему господину ДМД поставили Джеки Чана? Печку топи, а то все заболеют. День 4. Посмотрите на все эти вещи. Вот каждую ночь бы так, да. На нас напали. Кто-то пытался ограбить нас. Должно быть, они были более испуганы, чем мы. Поэтому они смогли нанести лишь немного вреда. Вреда. К счастью, мы все были вооружены. Эмилия получила ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Так, ребята, давайте покушаем. Сильно больна. Устала. Эмилия у нас вообще какая-то... Не знаю. Странная девушка. Полезного в ней я пока ничего не вижу. Сильный... А, адвокат. Зачем мы не адвокаты? Может, ее, ребята, убьем? Вот что я говорю. Может, ее отправим на важную миссию? И поменяем на кого-нибудь другого. Топим еще раз печку. И идем делать топор. Она легко ранена. Перевяжем ее. Топор. А мне не хватает запчастей. Хорошо, давайте построим что-то другое. Нам нужно приготовить еще одну еду. Для этого нам нужно сделать, естественно, из книг, наверное, да? Давайте... Нет, нет, не из книг. Давайте из компонентов. Дорого. Все-таки из книг. Сделаем дрова. Приготовим еще одну еду, чтобы покушал... Покушал человек, который сильно голоден. Так, вареная еда. Воды теперь не хватает. Да что ж ты будешь делать, а? Так, а как мне воду растопить? Я же делал из снега. Так, ребята, мы же делали из снега уже воду. Легко ранена, наложен бинс. Легко больна. Зато не голодна. Пускай идет спать, печка топится. Плюс пять у нас. Привет, промиссей. Торговец пришел. Отлично. Здравствуйте. Давайте заключим сделку. Давайте, конечно же. Вот это нам надо. Вот это нам надо очень сильно. Так, у меня есть для тебя. Смотри, чувак, короче. У меня есть спирт. Чистый. Мне от тебя надо. Во-первых, запчасти, чтобы я сделал топор. Так не пойдет, давай больше. В смысле не пойдет. Давай я тебе сахарку дам. Очень щедро. Ух ты. А ведь и правда. А так, если вы, наверное, шутите. Спасибо. Не знаю, ребята. Нам нужно... Что нам нужно в первую очередь? Запчасти есть, дрова есть. Мы сейчас сделаем топор сразу же. Но надо как-то побольше с него взять. Это не серьезный обмен. Вода. Вода нужна. Чтобы приготовить еду. Отлично, мы договоримся. Посмотрите. По-моему, хороший обмен. Спирт не продавай. Спирт на бинты нужен. Давай, ладно. Давай, драгоценности возьми. Забери. Я тебе могу снег отдать. Нет, снег не хочет. Распространенная вещь. Не очень интересная. Снег. Понятно. Может тебе покурить? Так не пойдет. О порох возьмешь? А-а-а. Я не знаю. Давайте еще сахарку дам. Давай вот так. Оп, договоримся. Так, не пойдет. Еще плюс один сахар ему требуется. Так, значит, делаем так. Отдаем сахар. Мне он сейчас не нужен, в принципе. Поэтому мы отдаем сахар. Берем немножко еды, воды. И все у нас становится хорошо. Мы можем приготовить еще одно блюдо. Поесть тот, кто сильно голоден, сейчас поест. Это у нас Мэрин. Закрываем дверь. Идем делать топор. Нет, сначала Мэрин поест. Голоден, сильно устал. Не нужно сделать вторую кровать сейчас. И все у нас хорошо. Ребята, все хорошо будет. Так, Мэрин спускается вниз. Делает, значит, сейчас топор. А этот парень делает кровать. У нас из-за того получается две кровати. И все становится хорошо. Сахар. Основа будущего благополучия. Я понимаю. Но меня интересует сейчас текущее благополучие. Привет, не перетаскивай при обмене, а просто щелкай. Окей. Так, и у нас есть топор, ребята. У нас есть топор. Чтобы заделывать дыры, нам нужно апгрейдить теперь верстак. Грейдим верстак. Бориску поставил на кровать, потому что Бориска должен лечь отдыхать. Так, верстак апгрейдирован. Теперь можно залатать дырку. Да, давайте залатаем одну дырку. Основную. Соответственно, дома должно стать теплей. Да, привет, привет, дружище. Дома же должно стать теплей? Очевидно же, да, что дома должно стать теплей из-за того, что я сейчас залатаю Мэйрином дырку здесь. Посмотрим. Сейчас плюс четыре. Печь. Еще две дровишки горят. Значит, печь топится. Где наша девушка? Девушка тоже спит. Ребята, это не серьезно. Мэйрин работает, вы спите. Значит так, там у нас прогорают дрова. Пускай горят, надо добавить. Девушка, добавьте, пожалуйста, дров. Дырку залатали, посмотрим, будет расти температура или нет. А дров нет. Нет, температура на это не влияет. В общем, дырки латаются только для защиты противника. Да, температура не повышается. Я стрим не вижу. Посмотри, это, скорее всего, твоя локальная проблема. Но так как у нас есть топор, дорогие друзья, мы занимаемся самым интересным и любимым делом сейчас. Это разрубаем весь наш деревянный контент в доме на запчасти. Поехали. Первым идет шкаф. И что-то мы там видим. Ну-ка. Кроме дров там что-нибудь бывает, я что-то забыл. Да. Отлично, можно топить. Рубим на дрова, все нафиг здесь. Стул у нас есть, стула одного хватит пока. Нужно либо две печки, либо второго левела печка. Я лучше апгрейдирую первую одну печку до второго уровня. Итак, что у нас получается? Ребята, у нас есть всего три места, которые мы можем посещать. Невозможно добраться из-за снега. Так, мы берем опять же сесть на Бориса. Спать в кров... Мэйрин будет охранять. А так как девушка у нас больна, она останется спать в кровати. Значит, мы берем Бориса добывать и пойдем, наверное, на армейский блокпост. Здесь много еды, лекарств, возможный обмен и опасность. Ребята, я не знаю, стоит ли идти сейчас туда. Малая обитель это пожилая семья и сын здесь живет. Если мы их ограбим, у нас сразу будет демотиватор. Получается, мы можем только украсть припасы, либо забрать их силой. Могут пригодиться отмычки. Я грабить сейчас семью стариков не намерен. У нас есть ветхая трущоба, где мы уже были. Там нет лута. Разрушенная многоэтажка, там практически тоже нет лута. А талантливый адвокат, в чем ее прикол? Ну, будет нам суды выигрывать. Если только на обмен. Так вот, я предлагаю взять сейчас Борису за точку. Минимум с ножом туда ходит. Понятно. Но я могу топор взять. Ладно, давайте возьмем ножовку и допилим разрушенную многоэтажку. Потому что там есть два этажа, которые заперты как раз таким вот образом. Давайте. Здесь никого не бывает, поэтому мы безопасненько бежим наверх. У них пустая квартира там вроде. Глянем в следующую ночь тогда, если она пустая. Так, значит, выпиливаем здесь. Хорошо, что у меня есть ножовка. Начнем пилить. Короче, на военный блокпост тебе не стоит. Понятно, я понял, да. Будем сейчас аккуратно действовать. Значит, лутаем здесь. Что можно лутануть? Спирт и к воякам. Кто-то предлагает. Ух ты! А здесь и правда вкусно. Ой-ой-ой, как хорошо-то я зашел. Ребята, ножовка. Это очень классно. Значит, если у нас теперь есть медикаменты, у нас теперь есть запчасти. Посмотрим. Посмотрим, что наверху. Порох. Я не знаю. Компоненты. Ладно, спилим пока здесь. Топор надо было брать. Напилил бы дров. Ну, эклейн здесь. А где моя ножовка? Она одноразовая? Это несерьезно. Дров я дома напилю. У меня дрова еще дома есть. С чего пилить? Это несерьезно. Одна ножовка, одна дверь. Да, ножовка одна. Видите, я не знал. Ладно. Забираем компоненты, чтобы поделать. Один патрон. Все, уходим отсюда. Надо было две делать тогда. Ох, век живи, век учись, да? Ну, ладно. Великий мастер, вечный ученик. Поэтому профессионализм растет с каждым разом. Все будет хорошо в будущем, я думаю. День пять. Я вернулся с бинтами. На нас напали. Кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас. Эмилия получила легкое ранение. Кто-то пытался ограбить нас. Это было просто парочка мародеров. Поэтому мы смогли отогнать их. К счастью, мы все были вооружены. Эмилия получила ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Видите, как замечательно. Эмилия, молодец. Защищает нас как может. Пускай спит, отдыхает. Дома температура плохая. Давайте добавим дров сейчас. Дорубим то, что у нас есть. Посмотрим, что можно сделать. Добавляю побольше дров. Растоплю, чтобы никто не болел. Здесь срубаю то, что нам не нужно. Сильно устал. Значит, никто сильно не голоден. Поэтому все хорошо. Один топор используется сейчас. Пускай Мэрин, кстати, рубит. А парень ложится спать. Мэрин нарубает пускай дрова. Сейчас парень соберет здесь то, что нужно. Борис, в смысле. И ложится спать. Ложится спать, отдыхать. А Мэрин будет как раз заниматься рубежкой. И надо апгрейдировать печь. Давайте апгрейдируем печь. Что, ноль? Тебе бы озвучить закадровый голос к этой игре. Хорошо получается. Киорджеки, привет, спасибо. Так, здесь что? Терморегулятор нужен. Где я его найду? Какой терморегулятор? Так, давай посмотрим, что мы можем сверстать. Мэрин пускай занимается дровами. Давайте посмотрим, что нам нужно для терморегулятора. У меня не хватало запчастей для второго левела печки. Печки. Пришлось сделать две печки первого левела. По дровам, по подоз. Я понимаю. Нам нужна еще одна ножовка. Так, ты собираешь здесь. Надо воды сделать еще. Кто-то за дверью. У нас для вас кое-что есть. Это подарки, ребята. Мэрин, иди открой гостям. Верстак грейд. Ну, легко сказать, верстак грейд. Сейчас откроем гостям, посмотрите. Видимо, соседи пришли. Мой желудок урчит. Ничего страшного. Можно вас на пару слов? Мы живем в нескольких кварталах отсюда. Мы видели, что вы укрылись в этом здании. И как добрые соседи решили навестить вас и поздороваться. Мы принесли вам немного овощей из нашего сада. Наслаждайтесь. Редкий предмет, редкий предмет. Да, конечно, беру. Беру, конечно. Отлично, увидимся. Это приятно, когда такие соседи есть. Просто редкой еды нам дали. Ладно, хорошо, мы можем, естественно, готовить теперь. Так, а где наш человек? Закрывай дверь, холодно же. Посмотрим, что можно сделать на верстаке. Куда ты побежал? А, ты за снегом побежал, все верно. Посмотрим, что можно сделать на верстаке. Топим воду. Как ее топить и где, непонятно. Также... А, нужно еще сбор воды сделать сейчас. Каннибализм есть? Нет, каннибализма нет. Делаем еще одну ножовку. Бориску спать же. Сейчас он снега наделает и будет спать. Я в игноре. Нет, ты не в игноре. Все, задавай вопрос, дружище. Привет, скрэпи, дружище. Так. Коллектор дождевой воды. Очевидно, надо его сделать. Также забить еще одну дырку, чтобы не было нападений. Что выбрать? Я выберу... Во-первых, забить дырку. Это должен будет сделать Майрон. После того, как снег наберется, Борис ляжет спать. Давайте заделаем сначала дырку. Потом сделаем коллектор дождевой воды, чтобы собирать воду спокойно. Сбор воды не работает зимой. Топить снег на печке, на которой хавать готовишь. Это не спойлер. Понял. Хорошо. Сейчас заделаем еще одну дырку, чтобы нападений было меньше. Пойдем натопим снега. Да, он уже не отдохнет. Ребята, он же должен спать. Иди спи, иди спи. Больная! Адвокат, вставай уже и сделай что-нибудь для нашего общего дома. Не успевает выспаться сразу, как с ночи приходит. Всегда сразу спать отправляй его. Да, я почему-то Эмилию постоянно жалею. Она вон слегка больна, легко ранена. Нет, все. Никаких таблеток больше Эмилии. Пускай сама. Итак. Мне нужен фильтр, чтобы растопить снег. Эмилия, иди сделай себе фильтр. Эмилия сейчас сделает себе фильтр. Ира стопит нам воды из снега. Марин голоден, устал. Садись на стул. Мы вроде бы все разрубили, да? У нас больше нет. У нас больше нет деревянных вещей. Только стул. Но стул нужен для отдыха. Коллектор сделали. Пускай девушка идет заниматься готовкой. Ой, коллектор. Фильтр. Получай верстак. Да, верстак надо делать. Наступила ночь. Надо дальше таскать. Из разрушенной многоэтажки, я считаю. Мэрин будет охранять. Нет, охранять будет теперь Эмилия. А мужик будет спать настоящий, который работает по дому. А Борис будет добывать. Потом придет, ляжет спать, сразу упадет. Значит так. Новых мест не появляется. Я могу ходить только в разрушенную многоэтажку, либо в ветхую трущобу. Армейский блокпост. Там нужно по стелсу, как я понимаю. Ну, сходим туда. Кстати, Эмилию туда отправим. Мне адвокат не нужен. Надо ее все-таки... Надо закончить с ней наши разговоры с Эмилией. Надо ее отдавать, ребята. Может, можно ее продать военную? Ладно, разберемся. Но она бесполезная, на мой взгляд. Да, Бориска сразу на кровать пойдет. 17-ти слотовый. На армейский блокпост нам нужно отправить человека, который либо тихо передвигается, либо какие-нибудь такие обилки. Эмилия хорошо торгуется. Посмотрим, что там за запертой дверью. Дверь закрыта решеткой, но с помощью ножовки я могу пробраться, да. Главное, не уставай сильно. Да, мы Эмилию отправим. Пусть она попробует договориться реально с военными. Да, следующую ночь пойдет Эмилия торговать. Ну, давайте назовем это просто. Эмилия пойдет просто торговать. К военным. Ой-ой-ой, ребята, как я зашел. Посмотрите, это невероятно просто. Ножовка того стоила. Это просто круто. Это просто круто. Так, сейчас добьем стаки и уходим отсюда. Не надо ему здесь всю ночь тусить. Да, все. Вроде бы компонентов больше нет нигде. Сейчас посмотрю. Здесь тоже нет компонентов. У меня просто выбора нет, ребят. Новых локаций не открывается. В прошлом прохождении мы открывали там 5 или 6 мест, куда можно было ночью пойти. Сейчас вообще нет такого. Ладно, увидим. Так же, ребятам не помешало бы сделать гитару. Сахар один выкинь. Кстати говоря. Да, невнимательно. Выбрасываем один сахар. Заберем стаки, добьем. Раз уж мы здесь. И вот в этом помещении мы вроде бы не были. Дверь заперта. Да, 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 да. Отлично. Зима, терпи. Да уж, терплю. Консерв очень мало. Вообще консервы не попадаются. Я не знаю, если мы Эмилию отправим к военным, нам придется, естественно, взять с собой спирт. Мне кажется. Потому что могут они не принять ее щедрые дары в виде самой Эмилии. Ну, попробуем ее продать. В смысле, отправить торговать. Порох не добил. Кстати, две дырки в доме заколочены. День шесть. На нас напали. Сколько можно? Кто-то пытался нас ограбить. Должно быть, они были более испуганы, чем мы. Поэтому мы смогли отогнать их. К счастью, мы все были вооружены. Никто из нас не был ранен, и грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Эмилия бледна и постоянно кашляет. Она выглядит тяжелобольной. Борис выглядит хреново. Может быть, мы слишком его загоняли? Да, конечно. Борис, Эмилия хреново выглядит. Вот мы ее сейчас хреново выгляд... Нет, хреново выглядите к военным. Ладно. Дадим таблетку ей. До войны я бы выздоровел. За пару дней, говорит Эмилия. Съешь таблетку. Эти мне не помогут. Нужно что-нибудь посильнее. Да, давайте ее, короче... Привет профессиональным... Привет таракашка. Привет, дружище. А зачем порох взял? Ну, дрова сейчас не нужны, насколько я понимаю. Давайте сейчас покормим Эмилию. Борис тоже очень голоден. Все очень голодные. Их нужно всех покормить. Но Бориса сначала уложить спать. Под конец дня он уже проснется. Так, значит, она кушает сама. Майрон сейчас идет наверх. Готовит... Надо было приготовить сразу три порции. Давайте две порции сейчас. Только одну можно сделать. Ой, жесть. Сядь, отдохни. Поспи. Придется отправлять больную Эмилию к военным. Я не знаю, что делать. Сложная ситуация. Готовить с овощами будем. Да, в следующий раз. Воды опять не хватает. Давайте сделаем четыре воды. Фильтр есть. Надо еще дров подкинуть. Приготовить я еще одну порцию могу. Сейчас я возьму эту порцию и покормлю... Покормлю как раз спящего Бориса. Да, давай принесем Борису в постель. Он у нас настоящий мужчина. Опять чат залагал как-то. А нет, все хорошо. Или... Эть, эть, эть. Давайте дадим порцию Борису. Тебе действительно нужно поесть. Да, за Эмилией никто ухаживать не будет. И потом Мэйрон у нас... После того, как покормит Бориса... Натопит еще печку. И мы отправляемся дальше уже за Эмилию. Вот бы добавки. Да, я понимаю. Ты за всех работаешь, считай. Топим печь здесь. Борис голоден и истощен. Да, ему надо отлежаться эту ночь. Пускай спит вообще в кровати. А Эмилия больная пойдет у нас к военным. Что еще мы не сделали? Давайте посмотрим, что нам нужно сделать на верстаке. Можно доколотить дом. Давайте доколочим. Доколачивать будем. Чтобы не было больше нападений. Все, хватит. Все дырки сейчас закроем. Нападений должно быть меньше. Правильно? Улучшить верстак и улучшить печь. На верстак нужно очень много ресурсов. Печь? Печь вот надо сделать. Да, давайте сделаем печь. Там везде нужно много ресурсов. Не знаю. Ну-ка, Эмилия, проверь. Проверь, Эмилия. Я понимаю, больна. Все плохо. Да, у меня нет ресурсов, чтобы улучшать печь. Давайте проверим, что нужно для улучшения верстака. Но нам нужно улучшить... Какой из них? Сейчас глянем. Так, чат завис у нас. Еще четыре денька и гуф, походу. Почему? Придет новый человек. Мне нужно избавиться от нее, чтобы пришел новый человек. Как я понимаю, тут максимум трое могут жить. Или, может, я ошибаюсь. Я не знаю, ребят. Сколько может быть человек выживших? Я хочу ее гуфнуть, если честно. Они, конечно, расстроятся, но переживут. Я думаю, уже было такое. Эмилия тревожит. Давайте улучшим еще раз верстак. Адвокат Эмилия по профессии. Только их всех кормить надо. Вот именно. Поэтому я хочу ее отдать военным, да? Миксер. Ультрафиолетовая лампа. Терморегулятор. Сделаем один. Делаем терморегулятор и улучшаем печь. Вот он выход, ребята. Вот он выход из ситуации. Надо еще раз топить. Я хочу есть. Все хотят есть. Еще дров добавь. Давайте пять дров. Посмотрим, сколько нужно, чтобы улучшить. Нужны шестеренки. Короче, нам к военным. И отправим мы Эмилию. Она изначально не удалась. При старте игры. Привет, бро. Привет, лунатик. Бракованный, выживший. В общем, так. Мэрин голоден, опечален. Борис устал. Эмилия должна идти к военным. Я выхода другого, ребята, не вижу. Армейский блокпост. Охранять у нас остается. Лол. Игорь Стетхам переводит 300 рублей и сообщает Шимора. Зимой нужно отопление, топливо, лекарства, топор, закрытые дырки и баба. Забирай все с локации на 2-3 дня и топором руби. Адвокат, баба, 37, держись. Ну, бро, ну, спасибо тебе большое. Спасибо, бро. Адвокат, баба. Не баба, а девушка. Но она бракованная девушка вышла. И поэтому придется с ней что-то делать, Игорь. Спасибо тебе огромное, бро, за поддержку. Эта девушка вышла бракованной изначально. Я не знаю, что с ней делать. Я ее отдам военным. Надеюсь, она вернется обратно. Майрона охранять, да. Она идет на армейский блокпост. Она возьмет с собой спирт. Возьмет с собой спирт. Спасибо, бро. Ребята, надо поддержать Игорь, естественно. Бревна же. Все, берет спирт. Больная. И идет к военным. На торги. Молодой человек. Молодой человек. Смотри, куда идешь. Это запретная зона. Лучше принеси нам хорошие вещи на обмен. Молодой человек, я больна. Мне... У меня есть спирт. Молодой человек. Нифига себе у них что есть. Идем со мной. Идем. Вот, вот, один. Один решил все-таки. Ты слышала? Убирайся жив. В смысле, идем со. А, ты не мне. Боже мой. Уходи сейчас же. Больше так не делай. Все понятно. Я не буду. Я не хотела. Так, они уходят. Смотрите, мы сейчас по стелсу будем проходить. Давай, Эмилия, держись. Бери все, что у них здесь есть. Сахар возьми. Зачем сахар мне сейчас? На спирт сахар поменять? Так, значит, Эмилия, держись как можешь больше. Как можно дольше, Эмилия. Не-не-не-не-не. Ты же должна была уйти. Убирайся живо. Давайте аккуратно. Убей их всех. Да, я не могу. Надо наверх лезть, пока не видят. Эй, ты! Извините, я просто... Иду я внизу. Помощь. Какая помощь? Ребята, я ухожу. Я ухожу. Я ухожу, ребята. Я ухожу уже. Ребята. Я ухожу. Я ухожу, ребята. Я ушла. На этот раз я отпущу тебя. В следующий раз я тебя убью. Ты что, не слышишь? Пошла вон отсюда. Хватит. Убирайся быстро. Ребята, я готова вам дать спирт. Делай, как мы сказали. Мы не хотим убивать тебя. Ладно. Я ухожу. Иди, пока еще можешь. Неудачная вылазка. День 7. Я вернулась, но мне нужна помощь. Больно. На нас напали. Кто-то пытался нас ограбить. Должно быть, они были более испуганы, чем мы, поэтому мы смогли отогнать их. К счастью, мы бы... Мы все были вооружены. Никто из нас не был ранен, и грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Эмилия получила несколько серьезных ран. Ситуация очень серьезная. Совесть замучила. Не смог реально я ее отдать. Надо быть... Надо принимать... Жестче эти волевые решения, на самом деле. Конечно... Я не хочу ее лечить. Ладно, перебинтуйся. Нам нужны шестеренки, чтобы улучшить печь. Чтобы дома было теплее. Опечален Мэйрин почему-то. Мне нужно выспаться после ночи от... А, ты охранял. Понятно. Голоден, слегка болен. Борис, почему болен? Еда же есть. Все есть, ребят. Ладно, иди отдыхай. Надо натопить снег. Идем топить снег. Минус один через денек. Да нет. Она живучая женщина. Ну, спирт, да. Спирт не хотелось отдавать, честно сказать. Давайте, ладно, десять. Сделаем снега, потом растопим его здесь. Борис чем сейчас будет заниматься? Борис идет на следующую ходку. В армейский лагерь по стелсу не пройти. Ну, возможно, пройти, но не с такой ползающей дамой, которая кашляет. И двигается, как черепаха, я не знаю. Я вообще не знаю, зачем мне ее дали. Голодна, тяжело больна, тяжело ранена. Наложен бинт, приходит в себя опечалена и устала. Это абуза просто для нашего лагеря. Ладно, сейчас сделаем здесь воды. Вскипятим ее. И не знаю, куда идти даже. Дыры не все заколочены. В смысле, не все. Все, по-моему. А, окна еще есть. Давайте глянем. Дыры все заколочены. Дыр больше нет. Микстурный стол. Давайте самогонный аппарат сделаем уже и будем торговать. Укрепленная дверь. Укрепленную дверь можно будет сделать и установить несложную сигнализацию, ребята. Просто возьми аптечку и укради у военных припасы. Я думал над этим насчет Бориса. Но Борис очень медленный. Он сильный, но я не хочу потерять Бориса. Но надо рисковать уже. Нам нужна еда. Да нужна еда, понятно. Нам придется рисковать. Пускай Борис сейчас отдохнет. Придет в себя. Мэрина растопит все, что нужно нам. Надо будет и установить укрепленную дверь, чтобы нападений больше не было. Ребята, много задач, которые можно сделать. Надо выбрать приоритетную. Я пока думаю. Нужен еще один фильтр. Давайте сделаем фильтр. Нужно укреплять дверь. Улучшать другой верстак. Построить оружие. Улучшить обогреватель. Это все задачи, которые в принципе нужны. Да как все дыры-то заколочены, если у тебя женщина по дому ходит? С Теджерониум сегодня юморист. Окей. Понял. Борис, хрен попадешь. Вот надеемся. Надеемся, что Борис реально хрен попадешь. И сейчас он сделает все как нужно. В приоритете печь. Вот у меня тоже сейчас, если честно, в приоритете печь, а не дверь и не дыры. Мы сделали один фильтр. Сейчас отфильтруем воду, чтобы можно было из чего-то готовить. Дома температура в плюс-плюс два. Достаточно холодно. Ладно, выдвигаемся на следующую ночь. Берем отмышки, идем к военным. Доказывать, что они были неправы и что женщину прогнали. Оба слегка больны. Малая обитель. Кстати, давайте сходим в малую обитель, если там пожилая семья. К военным я пока не пойду, честно. Я бы хотел это сделать, но нет. Нет, к военным пока не пойду. Мы пойдем к старикам. Возьмем лопату. И пойдем добывать стариков. Задний двор. Думаю, отсюда я смогу незаметно проникнуть внутрь. Будем обворовывать пожилых людей. У нас нет выбора. У нас больная Эмилия. Эмилия. Которую нужно лечить. Так, я вижу там что-то похожее на кухню. Так, а здесь что, крыса? Или человек? Я должен заботиться о своих родителях. А, там парень. Там молодой человек. Там молодой человек есть. Давайте посмотрим, есть ли кто на кухне. На кухне никого. Потому что если не я, кто? Давайте обворуем этих людей. Отлично, отлично. Нормально пошло. Так, Лутецкий здесь есть. Там наверху тоже мужик какой-то. Вон там что-то делает. И дым. Тихо, тихо, тихо. Так, там спит, там спит женщина. Наверху. А, наверху это просто форточка, да, у нас? Сейчас взглянем. Да, там никого нет, этого ветер. Поэтому тихо, 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 тихо. Извините Никто никуда не пробирался Извините ребята Я зову на помощь Не надо Я ухожу Извините прошу прощения Делаем подкоп Делаем подкоп Никуда мы не уходим чувак я ухожу смотри я ухожу все я ушел иди домой я ухожу так а теперь делаем подкоп делаем подкоп пока никто не слышит борис борис бей его борис ты силен лопаты борис работой работой борис еще еще борис не дай выстрелить борис убей борис убей его вот это я зашел вот это я зашел вот это понеслась вот это да уходим нормальный заход нормальные ребята нормально нормально я не стариков убил я убил их охранника когда все это дерьмо кончится шестеренки да вернемся мы туда идут на нас эмилия бледная постоянно кашляет она выглядит тяжело больной в общем так друзья в депрессии у нас борис теперь борису нужно поесть за что ты убил их сына за то что он на полпе он бы меня застрелил понимаешь что было самооборона борис не должен быть в депрессии я убил их сына только потому что сын наставил на меня ружье я просто копал рядом с их домом вернись топором и а приходы бабушку ребята начинается слегка болен очень голоден давайте готовить еду это было очень сложное решение я защищался я сделал все что мог водяра ему нужно он же грузчик делаем две порции еды себя не обмануть ладно эмилия хоть что-нибудь сделай ты хоть адвокат профессиональный поговори с ним хоть ты больна и кашляешь сделай уже полезное мужиков наших настрой на нужный лад все это бессмысленно да кто там стучится блин сейчас ссори ребят они разговаривали и там торговец пришел самооборона когда ты проник чужой дом да именно так так значит что мы здесь имеем мы нам нужны шестеренки нам нужны шестеренки и запчасти кстати у нас же смотрите у нас же море лута я могу ему ствол загнать давайте загоним ему нет пистолет оставим мы возьмем нож нет нож мы не будем бронежилет бронежилет мы продаем за шестеренки за ну-ка из-за топлива так не пойдет а так а так вот можно так а почему ты не делаешь сразу из всей еды порции а мне не хватает ресурсов вода нужно нам нужна вода нам нужен так нам не нужны вот эти вот ресурсы нам нужна вода давайте еще дадим удобрения еще два вот так это вот так так давай раз-два-два драгоценный камень продай да мы сейчас заберем у него все что нужно бронежилет мне не нужен я хочу стелсом поиграть когда нужно будет мы сделаем медикаменты в да вот медикаменты нужны нам нужны а медикаментов нет у него отмычка есть зато так добавим еще добавим вот такой листик и самокрутки 2 ладно еще две самокрутки ладно и еще листик ладно не будем давать листик дадим ему сигарет так не пойдет давай больше ребята наглый тип попался у у нас есть спирт и самогонка еще сахар в паре бери материалы ладно давайте так договорились все давай пока значит так мы поторговались очень голоден ты кушаешь мы не вижу мы не выживем без твоей помощи понятное дело борис без бориса мы вообще не выживем он нагружает себя так как мул просто одни убийства когда-нибудь это закончится наверху ладно хватит ко мне приставать уже говорит борис что ты хочешь что мне сделать так ты поел надо улучшать печь слегка болен под лекарствами легко ранен в депрессии устал мэрин тоже у нас опечален сильно устал слегка болен ребята давайте печень сделаем печь уже нормальную кто у нас сильно голоден он просто голоден она очень голодная и и кормить не буду ладно покормлю я не могу так у нас ни черта нет чтобы улучшать а теперь нам нужны компоненты ребята ладно борис отдыхай ты иди поешь подкинем дров полный бак топлива заправляем ой тяжелая ситуация ребята тяжелая ситуация кто-то за дверью чувак мы уже поторговали еще сигнализацию надо поставить улучшить нам нужны компоненты теперь неужели наши дела так плохи чтобы опускаться до грабежа да ладно ребята чего вы переживаете давайте здесь все умрем блин ляжем надо его просто прогнать отсюда чувак иди надейся так все не хочу я торговаться с ним мы сейчас сходим за компонентами печь апнем сейчас плюс 6 нормально завершаем день я не хочу торговать на компоненты компонентов море это не и и так что мы имеем церковь святой марии церковь святой марии была знаменита своим благодетельным священником по имени олег однако церковь недавно была разбомблена и о судьбе олега ничего не известно олик наверное да олега олика скорее всего там груды щебня лопата будет не лишней говорят что в резнице обосновалась группа вооруженных людей идти туда может быть опасно гостиница небольшая но роскошная гостиница ранее принадлежала агентству погарень travel сейчас в ней обосновались вооруженные бандиты иногда из дома доносятся крики лучше держаться оттуда подальше сценарий война есть группа выживших которые которыми ты управляешь которые выживают и соответственно ты планируешь их выживание нужно выжить спастись пережить эти тяжелые времена так значит борис у нас болен в депрессии лекарства легко ранен но только его я могу отправлять голоден слегка болен опечален сильно устал пускай спит в кровати а ты охраняй они сами приходят они сами приходят поэтому мы пойдем сейчас в гостиницу хотя сына я убил чё уж там пойдемте да грабим нафиг стариков уже так я не знаю что взять с собой что взять с собой кажись буря минус но он не устал все у него хорошо ну депрессия есть не будет бури минус пойдет добывать берем с собой важные инструменты и идем борисом когда-то яркая стильная теперь она превратилась в свою тень совсем как мы будем действовать здесь аккуратно давайте посмотрим если кто-то здесь рядом так там нет никого весь этаж чист в принципе можно сейчас открыть дверь спокойно а нельзя заперто с другой стороны так сходим наверх нет осмотрим этот этаж сначала здесь тоже чисто ребята она пустая но все заперто с другой стороны видимо на той стороне все-таки кто-то будет рюкзак улучшать нельзя у каждого своя вместимость у каждого персонажа трупы они жестоко изуродованы раны наносились с ужасающей жестокостью это сделал какой-то бешеный психопат вот так вот здесь есть бешеный психопат звуков шагов ниоткуда не доносится вот компоненты мне нужны дерево нам не нужно поэтому мы берем только компоненты и редкие предметы ой 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 я там мужик смотрите уходи отсюда борис спрыгиваем вниз тихонечко аккуратненько ой 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 борис тут мужики тут мужики борис тут мужчины здесь надо уходить ребята надо с лопатой надо с лопатой как-то прогрызаться снизу будем лопатой снизу грызть я не знаю может здесь можно пройти опасно чувак вот на этом этаже по моему да поэтому сейчас откапываем здесь тихонечко ну под лекарствами пошел на задание а че делать вариантов нет вообще дерево дерево бери сейчас посмотрим вот здесь еще что то есть привет дэн ладно возьмем вот эти деревяшки да дерево мы вернемся возьмем если сейчас нам заблокирует там путь там есть мужик с ружьем один один мужик с пистолетом можно было бы как-то снизу нам я короче сейчас я буду дожидаться пока эти ребята уйдут надеюсь они уйдут здесь мужик курит один другой лутает холодильник посмотрим отойдут они в сторонку или нет не видимо чуваку нравится стоять на одном месте отлично в общем это блок его надо убивать будет в итоге ладно уходим мне нужно подышать свежим воздухом он сказал подождите все спокойно подождите ребята сейчас должен уйти по любому ну я смотрю они богато здесь устроились давайте заберем дрова и уходим отсюда курит сигареты бесценные блин уходим жесть отлично молодцы видимо убивают всех кто сюда приходит ну ладно сходим наверх заберем там дерево которое мы нашли уходим возвращаемся на базу делаем печку все заберем здесь дерево и уходим уходим так же тихо уходим а а а лол переводит 200 рублей сообщает профессии много но прекрасней всех стрим 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 привет бро привет дружище спасибо тебе большое стрим 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 ладно 45 дней офигеть у нас ночь восьмая не знаю что будет дальше но надо эмилию убирать как-то она за нее она ест еду нашу не приносит ничего полезно ничего полезного вообще не сделала марин чувствует себя гораздо лучше нам нужно лишь присматривать за ним эмилия еле двигается болезнь ее в могилу сведет ну вот чё ты расплакался сел эмилия эмилия борис борис эмилия о боже они не управляемы ребята мэрин 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 вставай тебе придется улучшить печь самому улучшаем печь мэрин рэй рэй бэй у нас напои их водкой и уложи спать чтобы они подрались да здесь слишком холодно топи 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 как никогда не топил температура смотрите быстро идет в плюс ребята нагреваем помещение до плюс 7 это мало так мэрин на девушку забей она уже мертва вы можете мне помочь это новый выживший ребята у нас новый человек замена эмили не может быть я бегу открывать конечно бро я рад тебе конечно кто ты спасибо что открыли дверь я ищу место чтобы спрятаться на некоторое время меня мобилизовали повстанцы но я не захотел убивать своих братьев поэтому и сбежал если меня поймают я труп разрешите мне остаться с вами роман добро пожаловать роман роман у нас теперь есть да конечно бро сейчас будешь есть его так эмиль эмилия тренированный боец ребята привет шим привет кто шар от тебя видеть безумно он даже лучше ребята это очень круто значит так ты закрываешь дверь разговариваешь вот с этим человеком пить ты с ней не будешь ты с ней просто поговори и скажу что мы никак поможет помочь не можем а ладно не будем болтать ра ладно давайте выпьем с борисом на еще мэрин борис выпейте давай выпьем и поговорим все будет хорошо пошло все на ребята бухают посмотрите а они стали спиной друг другу и пьют в одиночку может им так больше нравится нет у меня закружилась голова я думал об этом и не знаю что думать да кстати температура уже плюс 14 ребята вы все что ли мэрин продолжает пить и борис водида наверху разуга черного цвета ну вот и поговорили а роман объясняет эмилии что она скоро умрет все нормально идет у нас лагерь жив кто будет песен и вот кто на вылазке будет ходить хорошо так значит борис ты пьян иди поспи мэрин ты тоже пьян но нам нужна дверь аварийная сигнализация так есть у нас есть что у нас сейчас давайте оценим вообще в ситуацию у у нас есть хорошая печь теплая печь дает свои плоды теперь дверь да у нас хорошая печь есть пьяный мэрин мастер на все руки посмотрит сейчас что будет дальше эмилия уже умрет я ей помочь не могу она раздавлена горем и смертельно больно я бы убил эмилию сейчас в армейском лагере но пока не буду этого делать поэтому мэрин иди посмотри что там с дверью для двери нам нужно еще компоненты нужны остальное у нас есть хорошо сделаем дверь лагерь будет в принципе в безопасности насколько я понимаю ща поспят скучаю я по библиотеке прочитал книжку роман но он тренированный боец и пойдет на вылазку следующую поэтому до мэрин идет спать эмилия уже мертва ее нужно с эмилией я сделать ничего не могу она изначально пришла к нам больной и поэтому оставим ее спать в кровати мэрин будет охранять борис тоже будет спать отдыхать добытчик у романа всего 10 слотов ребята это очень мало привет ребята ни разу мы еще не проиграли но если роман тренировочный боец можно взять им топор короче я во обворовываю романом сейчас армейский блокпост но у него мало слотов или в гостинице покрошить этих ублюдков он профессиональный киллер короче давайте разберемся с гадами давай роман покажи себя в деле сейчас мы разберемся с тем парнем который здесь курил будем лутать в общем гостиницу потом борис на следующую ночь придет и облутает все когда выздоровеет более-менее имели уже умрет ничего страшного там один чувак смотрите давайте сходим наверх пока есть время да убивать будем стелси да там чувак вниз спустился мы выслеживаем вот того парня который внизу посмотрим если там еще люди там он один мы ждем здесь надо пошуметь видимо здесь надо пошуметь время идет давай подлес давай подонок подходи на следующий ждем 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 так давно чувак идет смотрите снизу поднимать поднимется на верх нет не наверх идет ребят все хорошо добываем ресурс из этого чего то потом поднимемся на верх посмотрим что там будет Там выход есть Оружие забираю, чтобы продать, если что, торговцу Там тоже кто-то есть, смотрите, там крыса, видимо Здесь никого Здесь никого, все хорошо Там крыса Хорошо, идем тихо вниз Нам нужно как-то вернуться назад Таймер тикает, половина Так, здесь нужно забрать шкафчики Отлично, море медикаментов, ребята Хорошо Посмотрим, может компоненты есть Мне компоненты нужны, правда Здесь трое всего в этой гостинице, как я понимаю, обосновались Ладно, возьму медикаментов больше Ой, медикамент, компонентов Там наверху, чувак Кто-то меня услышал, ребята Кто-то меня увидел Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Чувак нервничает, видели? Ребята, надо выходить Ой-ой-ой Живи, бро Раз, два, три, четыре, пять, шесть А-а-а Черт Че за фигня Нет ЧТО ЗА БРЕД Роман умер Эмилия еле двигается, болезнь ее в могилу сведет Ладно Профессиональный убийца Роман присоединился к нашей невероятной армии Я его не гуфал Я не ожидал, что они выстрелят первыми Сначала Роман Потом он не убьет нас всех Никто нас не убьет Мы выживем, все будет хорошо У него на руках были компоненты для починки Давайте сготовим еды для наших больных Эмилия уже умрет Ее кормить не будем Есть будут теперь только Борис И Мэр И не хватает на две порции еды, ребята Сейчас сделаем дров Воды теперь нужно Сделай воды, иди Ребята, лето Лето наступило Теперь нужен коллектор Ой-ой-ой-ой И печь моя теперь вообще, блин, не нужна Весна, точнее Ребята, весна Торгу... Помогите, есть там кто? Мне нужна помощь Это был мой шанс Это был мой шанс на самом деле Пожалуйста, выслушайте Это те люди, которые принесли нам овощей Сможете ли вы помочь укрепить наше убежище? Конечно смогу Пойдем Один Борис теперь поест Борис встал Ребята, я не могу двигаться Так, у нас не работает чат Опять пропал Сейчас сделаем Так, открываем чатик Много мест открылось Новых, наверное, на карте Ну теперь кондишн крафте Завершаем день Ребята Два персонажа В депрессии Больна День 11 Холодные дни прошли На нас напали Эмилия ушла из убежища Мы не думаем, что она вернется Борис имеет глубокое ранение Нужны бинты Борис остался один Он очень голоден Ранен И в депрессии А у нас нет бинтов Две тарелки я не могу приготовить сейчас Потому что У меня нет воды Нам нужен торговец Либо еще кто-то Борис ранен и потерял много крови Давайте есть консервы Нам нужно воды теперь добыть Привет, Чирик Привет, Нико Нас осталось двое Ну, Роман, понятно Романа мы потом спасем Точнее, труп его и все, что там осталось Борису тоже нужно покушать Сейчас Бориса покормим Это профессиональный конец для Жить Люби Нет, это только начало Они справятся Они сейчас будут разговаривать друг с другом Борис, он голоден, ранен, в депрессии Может, ему помогут таблетки Посмотрим сейчас А у меня есть для вас сюрприз Отлично, сейчас купим воду Давайте заключим сделку Давайте Давайте поторгуемся Нам нужна вода Воды он нам не принес И нужны компоненты Берем большое количество компонентов Воды он нам не принес Бинты нам нужны одни Но бинты дорогие Но нам как-то нужно один бинт у него взять Что я могу отдать ради выживания Да, бинты мы сейчас берем Я могу отдать ему нож Да он даже за нож и ружье не отдает Так, нам нужно 8 компонентов Чтобы на нас не нападали За оружие? Нет Не пойдет За оружие не пойдет Поэтому задача Ладно И за 3 порции овощей За нож и 3 порции овощей Мы покупаем бинты и 8 компонентов Ой, кстати Можно отдать спирт один Один спирт и овощей поменьше Один овощ, один спирт Нет, спирт не такой уж дорогой Давайте так Договорились Сахар оставлю пока Так, что мы получили Нужно перевязать Бориса Перевязываем Бориса сейчас Дальше Нужна вода Нужен коллектор И нужно сделать дверь получишь С сигнализацией Давайте, ладно Сделаем сейчас дверь получишь Потом сделаем коллектор воды И посмотрим Что выйдет из этого Теперь не хватает досок Ладно Ложитесь спать Ребята, это пипец Я опять ничего не могу построить У меня нет досок Эмилия умерла Эмилия ушла Эмилия ушла из убежища И умерла где-то там Городская больница появилась Она пережила несколько обстрелов Пожар и бандитские налеты Несмотря на это Она все еще работает В одном крыле больницы Врачи все еще принимают пациентов Спасая им жизни В основном благодаря доктору Ефимову Известному хирургу Который не теряет выдержки И не дает расслабиться остальным Стройплощадка Планировалось построить роскошный Многоквартирный блок Шла массированная реклама квартиры Но застройщики сбежали за границу Когда началась война Недавно армия выбила повстанцев Из этого района Здесь можно найти вещи Оставленные повстанцами Но есть риск Нарваться на военные патрули В трупе Романа Нет ничего полезного Мы идем в разрушенную виллу Труп Романа Нам не даст ничего Оставленные повстанцами Так забираем компоненты Возьмем тоже несколько досок И идем дальше Потихонечку спускаемся вниз Сейчас здесь все пролутаем Может быть я смогу найти Там тоже какой-то чувак Который ищет что-то Еда у нас есть Нам воду нужно найти Ребята Воду важнее всего сейчас найти Надо сбор воды еще настроить Торгаши тоже не приносят воды Ладно посмотрим Раненый Борис просто ребята Крадется по этажам Так оружие есть Шестеренки нужны Это тоже забираем Надо добраться на кухню Тебе досок надо на дверь Доски возьму Я воду ищу Кто-то там тоже лутает бегать Смотрите наверху непонятно Эмиль тут кто-то есть Я займусь Люди успокойтесь Я убью тебя В смысле? Ты че блин? Ты че блин? На! Убей его! На! Эмиль не покидай меня На! За выживание! За выживание! За еду! Борис Борис не сдавайся Там аптечка Иди дальше! Здесь есть медицинская Медикаменты Нужны доски Шестеренки Медикаменты И вода И вода This war of mine За еду! Ахахахахахахахх Это действительно Борис, да? Посмотрим, что в них есть. Увидим. Может повезет. Просто мертвец, ничего ценного. Отлично. Напрягает, что он смертельно ранен. А что поделать? Лут домой пускай принесет, потом уже умирает, если хочет умирать. Так, значит, я сейчас не могу использовать. Я могу использовать только дома. Поэтому, Борис, уходим отсюда. Бежим к выходу, Борис. Мы убили еще двоих. Сколько крови на руках. Это война. В больнице меня могут вылечить? Ну-ка. Я слышал, от смертельной раны можно умереть. Да, есть такое. Ну, посмотрим. Может выберется. Он же сильный, вроде мужчины. День 12. Когда все это дерьмо кончится, больше я ни одной смерти на душу не возьму. Мэрин явно заболел. Ему необходимо лекарство. Борис чувствует себя гораздо лучше. Нам нужно лишь присматривать за ним. Борис выздоровел! Дорогие друзья, Борис здоров снова! Он просто раздавлен горем. Ну, это же не страшно. Ну, это же не страшно, что он раздавлен горем. Так. Я... Я управлять никем не могу. Ребята, я тупо не могу управлять никем. Это... Это наша основная проблема сейчас. Я не могу просто... Ладно. Спокойно. Билгучи народу и поправился. Ребята, это сложный момент сейчас. Завершаем этот день. Они оба в депрессии. День 13. Отлично. Отлично. Борис ушел из убежища. Мэрин еле двигается. Болезнь его в могилу сведет. Остался один Мэрин. Тебе нужны медикаменты. Эти пилюли должны помочь. Делай себе одну еду. 20 минут назад у тебя было 4 человека. Ну, я решил рискнуть опять же в этой гостинице. И рискнул. Давай построим что-нибудь. Ладно. Раз он один выживший у нас, да, остался. Он один выжил. У него есть все шансы прокормить себя. Как минимум, да? Поэтому сейчас мы действуем каким образом? Мы ставим охранную дверь с сигнализацией. Так как он один остался. И ждем, пока придет еще кто-то. Никаких ластфайтов. Сейчас придет кто-то и спасет нас. Убежище укреплено. Посмотрите, что я принес. Давайте посмотрим. Мне нужна вода. Вода! Это невероятно. У нас есть вода, ребята. Патронов нет. Патроны все были на трупе. Воду на лекарство. Воду. Мне нужна вода. А и мне нужны... Два патрона? Нет. Мне нужна просто вода, на самом деле. Что-нибудь добавить можешь еще? Покурить? За всех друзей гитару собрать, что ли? Я дам тебе еще. Отлично. Куча дров. На медикаменты. Мне столько медикаментов не нужно. Вода есть. Смертельно болен под лекарствами. В депрессии голоден. Давайте посмотрим, можем ли мы эти таблетки еще вкинуть. Выживет ли он? Привет, Синтрон, дружище. Рад тебя видеть. Ребята, все плохо. Съешь их? Больше не стоит принимать лекарства. Ладно, топи печь. Спускайся вниз. А давайте... А, хорошо его накормим. Он просто голоден. Давайте, чтобы он был сыт. Может выздороветь сможет за счет этого. Не знаю. Ни разу так не делал. Один остался. Зато все безопасно вроде в убежище. Даже дверь на сигнализации. Сделай еще еды себе. Поешь хорошо. Хоть в этот раз. Не-не-не. Сделай нормальной еды. Чувак, сделай нормальной еды. Сделай. Сделай две порции еды и съешь ее. Борис умер. Точнее, ушел, да. А мы делаем еду. Вот теперь хорошо. Он не голоден, но он смертельно болен под лекарствами. Надо растопить печь хорошо. Сделать помещение теплым. И надеяться на то, что Мэйрин, единственный оставшийся в живых, сможет восстановить наше убежище. Вот и снова всех гуфнул. Я не гуфал никого, они сами погибли, либо ушли. В дверь стучали. Да, в дверь уже там. Мы уже ответили торговцу. Нужно пустить что-то на растопку. Пока есть время, давайте. Ладно. Ложись спать. И надеяться на лучшее. Привет, чиф. Нам придется просто спать в кровати. На нас напали. Нет. Мы все были вооружены. Никто из нас не был ранен. Не знаю пока. Давай попозже поговорим. Ребята, это наш последний шанс. Он уже не смертельно болен, но тяжело болен. Он устал. В депрессии. Нужно сделать для растопки. Принять еще лекарств. И ждать, что кто-то к нам придет. Я просто молюсь, чтобы хоть кто-нибудь, кто-нибудь еще один выживший пришел к нам. Ребята. Ребята. Я даже не знаю, что делать. Давайте посмотрим, может что-то можно собрать. Ладно, не надо. Не бронируй. Так. Что он может сделать? Собирать дождевую воду. Коллектор дождевой воды. Давайте сделаем коллектор дождевой воды. Разместим его здесь. Привет, мужик. Привет, Игнат, дружище. Размещаем дождевой коллектор дождевой воды. Он тяжело болен, в депрессии и устал. Нужно растопить дров. Точнее сделать дров. Затопить печь, чтобы было теплее. И ждать, что кто-то придет к нам. Да! Боже мой, это не то Вы спасете мои книги Я переезжаю в другую часть города со своей семьей И мы взяли все, что смогли унести Но нам пришлось оставить часть вещей В том числе мою большую коллекцию книг Может быть, я бы мог оставить их вам на хранение Иначе я боюсь, их используют на растопку, когда настанут холода Они помогут вам скоротать время А я вернусь за ними, когда наступит перемирие Что скажете? Конечно же, конечно же, я сохраню твои книги Я сохраню их Так, ребята Нам как раз нужны были дрова Блин, я думал, что этот чувак будет жить со мной Но нет Давайте сохраним его книги Сделаем из них побольше дров Так, уже три книги сохранили Сейчас сохраним дальше Нам как раз нужны дрова Мы как раз растопим печь Будет тепло дома Окей Окей Все нормально Нужно пережить еще одну ночь Да, спанчбук Засейвил книги Да, нормально Засейвили, кстати говоря Я уже слишком долго болею Такая слабость Не умирай Проживи Дождись, пока придет кто-то еще Топи Топи, топи, лечись и спи Все будет хорошо Мне нужен сон Но когда я закрою глаза Ко мне возвращаются все самые худшие воспоминания Чувак, никакой депрессии Ты болеешь Нам нужно просто растопить печь Поспать и дождаться Когда придет кто-то еще Уже две недели живем, ребята Две недели В госпиталь сейчас сходим Да Натопили Печь Помещение стало Отогреваться Сейчас ждем до конца времени И посмотрим, что будет дальше Это очень серьезно Плюс 20 Плюс 22 в помещении Ребята, тепло Плюс 24 нагрели Хорошо Потом задачи какие у нас Коллектор у нас, кстати, есть Надо будет фильтр для воды сделать Воду будем добывать Это хорошо Выбираться нужно будет за едой и водой И ждать, пока кто-то придет к нам Странно Вот все вроде заколочено Сигнализация стоит А на дом нападают Тоже непонятно Надо посмотреть, что будет дальше День 14 Следующий день Поехали Сходим в госпиталь Супермаркет открылся, ребята Гараж открылся Все открылось Отлично Городская больница Пошли Возьмем с собой лопату Возьмем с собой лопату Оружие не берем, естественно Ну, лопата как оружие может работать Может с собой нужно взять На всякий случай еды Давайте возьмем с собой еды Хотя бы один комплектик Может обменяемся на что Может вылечит Может вылечит нас Чувак Чувак, помоги мне, пожалуйста Я болен Чувак, мне нужно Эй, мужик Не пытайся тут дурковать Хорошо, хорошо Чувак, мне нужен доктор Где ваш доктор? Ты точно Вот там доктор Чувак Доктор Доктор, мне нужна помощь Доктор, я здесь Доктор, я еле еду Доктор, куда же ты уходишь? Помоги мне Доктор, ты нарочно, что ли? Посмотрите, он специально От меня убегает Вот твое лекарство Где мое лекарство, доктор? Так, сейчас Надеюсь, все будет хорошо Доктор, мне нужно лекарство Позови меня Если что-нибудь Мне понадобится Доктор, я здесь Чувак Да Доктор И все, что ли? Каких ресурсов мало Доктор, я умираю Так, значит Нам здесь не помогли Давайте у медсестры Попробуем ресурсы попросить Там еще вон девушка ходит Давайте подойдем к ней И попросим ее О лекарствах Девушка Девушка, мне нужна помощь Девушка Мне нужна помощь Девушка У вас есть более тяжелые пациенты Я тяжело болен Куда тяжелее, чем тяжело Так, сейчас Значит, не хотят мне помогать Тогда я обворую вас Тогда я заберу себе Все, что могу забрать Еда Шестеренки Хорошо Не хотят мне помогать, значит Значит, я помогу себе сам Вы пациент? Нет, я тут грабит твой шкафчик Хорошая больница Мне не помогли здесь Это не друзья Привет Привет, привет, бат Да Еще раз Так, здесь военный Привет Не создавай проблем Да я не создаю Никто меня не впалил, ребята Все хорошо Это гуф Тут ты в частную собственность полез? В смысле выход тут один? А при чем тут гуф? Меня же ты не убивает Окей Спасибо, девопи Понял тебя Спасибо, бро Все норм Ты под лекарствами Увидим сейчас Все, уходим отсюда Надеюсь, нас не ограбили Пока нас не было Там вроде бы сигналка стояла Система охраны какая-то Должна же быть, да? Турель бы здесь поставить На входе, чтобы не грабили Че случилось у тебя? Че ты сел? Мэрин бледен и постоянно кашляет Он выглядит тяжело больным Еще таблетку, ладно Ребята, я не могу его лечить Ему нужно спать сейчас весь день Давайте поедим консерву Давайте поедим консерву Да, поедим Ляжем спать и подождем Может кто-то придет к нам в убежище Может кто-то Бухать, думаешь? Бухать не выход Хотя Тогда я дверь не смогу открыть Нет, пока не бухаем Мы сейчас, значит, спим И ждем, пока кто-то придет Дома плюс 20 Нам нужен еще один новичок Который будет тащить наше убежище Еще один В 10 часов 30 минут вроде бы приходит Или во сколько, я там, не помню Но нам нужен такой человек И приходит торговец Ну что такое? Ладно, давайте купим у него медикаменты Для одного у нас достаточно еды У нас достаточно воды Заново начинай Еще не все пропало Еще не все Он жив Значит все хорошо Посмотрите, что я принес Давайте посмотрим медикаменты Мне нужно вот это от тебя За это я дам тебе Я дам тебе сахар Я дам тебе сахар и спирт Я дам тебе Я дам тебе табак Да я тебе много и так уже дал Я дам тебе компоненты Для оружия Мне ну не нужно Ладно, выпьем потом водку Я не знаю, ребята Нет, у нас ничего нет У нас ничего нет Да забирай уже Да забирай Да забери все Теперь уходи А я пойду лечиться Тяжело Раб болен В депрессии Сильно устал Крепись Закидывайся лекарствами И ложись спать Нам нужно пережить еще одну Вот этот день Ну этот день пережит Да, еще одну ночь Придется опять идти в больницу Хотя нет До следующего дня нужно дожить как-то Будем охранять Спи Никуда не идем Ждем пока придет еще один выживший Мэрин чувствует себя гораздо лучше Нам нужно лишь присматривать за ним Ребята, Мэрин приходит в себя Это невероятно, но факт Вроде бы мы справляемся Так, стой Стой, зачем? Переспи еще Что я наделал? Я мискликнул На нас напали Мы способны защитить себя Болен Легко ранен В депрессии до сих пор Так, а вот теперь ждем Пока кто-то к нам придет Собираем Сейчас делаем фильтр Теперь он не тяжело Болен Легко ранен Я не могу на это смотреть О боже, нет Какая музыка И это трагичная история Я ушел Зачем? О же морозы О боже мой Это не трагичная история Все будет хорошо Сейчас мы делаем фильтр для воды Готовим воду Готовим себе еды Так и знал, что очкарик всех выживет с проекта Готовим еды Он один, ребята Он один остался Может таблеточку? Да, сейчас таблеточку бахнем Бахнем таблеточку Сделаем воды, покушаем Нет, кушать не будем Куда Борис делся? Борис погиб Но Мэрин выживает Как может Делаем воду Какой в этом смысл? Спить Пить и есть Ждем, пока кто-то к нам придет в гости У нас уже день 17, ребята Пожалуйста, приди кто-то новенький Игорь Вот ты Как считаешь? Придет к нам кто-то новый или нет? Клетка для мелких животных Он нужна Да, надо построить сейчас Да, они все моргают Они же О нет У меня для вас кое-что есть Давайте, давайте, конечно Если у вас что-то есть Нам это все пригодится Мы так рады видеть вас Я тоже рад вас видеть Прошу вас Мы пришли, чтобы узнать, как у вас дела И поблагодарить вас за помощь В укрепленном убежище мы можем спать гораздо спокойнее В особенности, когда несколько домов в соседнем районе попали под обстрел Мы берегли эту бутылку на особый случай Но посовещались и решили отдать ее вам Спасибо Нам вернули спирт Привет, я ждал тебя Интереснейшее прохождение с элементами спектакля Очень эмоционально Круто Привет, Серджинио 17 дней, 17 ночей были И 17 страданий Все тлен Бессмысленность Бренного бытия Нет Больше никого не будет Да ладно Он вынужден будет выжить один? Всю войну? Не может быть Я справлюсь Один всю войну? Подождите В прошлый раз ко мне приходило три человека Или два? Нет, три Горивнин Привет, Энд Мы ничего не можем сделать, опять же Надо гитару сделать Так Как ему выжить? Как ему выжить лучше? Куда отправиться? Клетку Да Делаем клетку Для животных Чтобы мясо добывать Бухнет депрессии Не надо пока бухать Все это бессмысленно Не бессмысленно А Катюха А Катюха померла уже, что ли? Катюхи не было Из Беливер Каждый раз рандомные персонажи появляются Всегда по-разному Привет, очень интересно стримишь Подписался Привет, добро пожаловать Спасибо вам, ребята, за ваши подписки За поддержку Спасибо большое Так, значит Мы должны сделать сейчас Поймать крыс Какой в этом смысл? Смысл, чтобы тебе выжить И найти новых людей Выпьем Голоден Болен Легко ранен В депрессии Хорошо Ложимся спать И надеемся на то, что все будет хорошо Найди девушку Попроси, чтобы сняла депрессию Интересно Ложись спать Завершаем день Голоден Болен Легко ранен В депрессии Второй закон Появления Случайных людей Открой алкоголь Разожги мангал И сделай шашлык Бордель Это то, что нам нужно Если вы хотите секса За банку тушенки Вам сюда Мамочки Готовы пойти на все Лишь бы добыть еду Для своих детей Это большое здание Его стерегут местные бандиты У них много товаров И они готовы меняться Берем еду, дорогие друзья, значит И отправляемся Снимать депрессию Как говорится Поехали Снимем депрессию Сейчас у Мэйров Так, посмотрим Что там внизу Девушку за тушенку дают Отлично Здорово Здорово, бро В основном это хлам Среди него лежит Модная сумочка Порванная Словно кто-то рванул ее Не думая о молнии Небольшая фотография Юноши в рамке И карманный блокнот Брошенный Явно не рукой владельца Здесь, видимо Ограбили женщину, ребята Дисбеливер Дисбеливер Давай такие истории Оставим при себе Сейчас мы найдем Женщину себе здесь Снимем Как говорится Депрессию Накопленную Накопленную Так, ладно Где же девушки Я пришел сюда за девушками Давайте посмотрим Есть ли тут девушки у нас Так Это, видимо Опочивальня Что-то сейчас Сейчас зайдем Посмотрим Нуарные игры Эй, у меня есть Что-то для тебя Тебе понравится Давай глянем Чувак Это то, что мне не нравится У тебя там много чего есть Мне нужна женщина Если вы здесь Обладаете Свободной девушкой То я, естественно Ты слышал? Убирайся Подождите А где же девушки Которыми вы торгуете? Больше так не делай Как Как мне женщину Обменяться на женщину? Я принес еды Я хочу женщину за эту еду Что за фигня? Он мне предлагает Еду и какие-то Материальные ценности Мне нужно снять Депрессию Мужик, ты где? Не подходи ближе В смысле? Ладно, полезли наверх, ребята Они думают, что я хочу Их обворовать Я же сесть на этого Не хочу делать Я пришел сюда в бордель Девушек здесь нет Меня обманули Это не бордель Ладно, пробираться будем Сверху Значит, здесь ничего нет На балкон Как Как настоящий мужчина Так, а вот здесь уже есть Надеюсь, нас не будет слышно И мы пролутаем здесь Все, что нужно Девушек Девушек так я здесь и не нашел А вот там комната Ведь да, вон на кровати Смотрите, валяется какая-то Видео я слышу Я слышу Там кто-то чем-то занимается В постели Сейчас глянем Там надо выпиливать Будет большой бордель Огромный просто Женщина за еду Именно так Давайте глянем Здесь холодильник Здесь холодильник Холодильник Надо оплутать Дверь заперта Я только с ножовкой Смогу сюда зайти Нет, мы пришли сюда первый раз Бойся, цензура Да ладно Там происходит секс Ты хочешь мне сказать? Так, сейчас Здесь нет ничего Тоже полезного Ножовку надо было взять Ладно, спрыгиваем вниз И уходим отсюда Женщину нам здесь не предоставили Депрессию снимать Придется только Водкой теперь Ладно, глянем Дальше, что будет Че, подсматривать будешь? Ну да Нечего делать больше Чуваку, который голоден Болен, легко ранен И в депрессии Да, мне сейчас Только и нужно Что подсмотреть Как кто-то занимается чем-то Других у него Вообще желания Сейчас не может быть Естественно Так, здесь тоже Нужна ножовка В общем Надо сюда возвращаться Будет с ножовкой Надеюсь, на следующий день Кто-нибудь придет к нам Опять чат Заглючил Значит Бордели Это одно название Получается Я не знаю Посмотрим Приду в следующий раз Руками депрессию снять Не, ну Все люди разные Я не знаю Что у Мэрина Всплеск преступности День 18 Посмотрите У нас начинается Сейчас Эта ночь Прошла спокойно Посмотрите Очень голоден В депрессии Болен Ничего страшного Чувак Ничего страшного В этом нет У нас кончается еда И он устал Давайте Съедим Овощей Просто Хотя бы Все еще Очень голоден Давайте Съедим их Ай У нас же мяско есть Мяско есть Зачем ты ешь овощи Профессиональный привет Самому профессиональному Стримеру Привет, дружище Рад тебя видеть Ксенокрис Так Значит мы готовим Мы готовим сейчас еду Крыска поймалась Надо будет снарядить Еще одну ловушку Сделаем одно блюдо Одно мясо у нас остается И мы как бы удваиваем Да Одно мясо ставим Два получаем Съедаем сейчас еду Ждем Пол одиннадцатого И смотрим Кто к нам придет Украина спустя 10 лет Спанчбоб Мне кажется Или ты постоянно Шуткуешь по поводу На политические темы Нужны компоненты Ставим еще одну ловушку Он еще голоден Ну а что поделать У нас есть водка Болен и в депрессии Еще одни таблетки поедим Думаю на сегодня достаточно Хорошо Болен под лекарствами В депрессии устал Нужно вы гитарку сделать Давайте посмотрим Можем ли мы сделать гитару Кто-то за дверью И это Это торговец Это торговец Который мне не нужен Мне нужен новый человек Чтобы выживать Гитару сделать На гитару требуется А как раз сломанная гитара Ладно Давайте делать радиоприемник В таком случае У меня даже компонентов нет Даже музыку не могу Послушать Надо компоненты Теперь добыть где-то Давайте купим компоненты У торговца На что-нибудь уже обменяем Вдруг получится Поставим радио Поставим радио Посмотрим что будет дальше Печку больше топить не нужно Температура плюс 15 Вроде бы теплеет Все хорошо Посмотрите что я принес Ты бы мне человека принес Лучше какого-нибудь нового Так Мне нужны детали Мне нужны детали Которых у тебя нет Чувак Это не серьезно Мне нужны таблетки Мне нужны детали Мне ничего не интересно Я даже радио не могу Ты куда математика подевал Математик умер еще на прошлом стриме Бро Математик Математик К сожалению Не выживал у нас Долго никогда Точнее он вот выжил Он записался на ютубе И все Потом он умер Ладно Сейчас увидим ребята Что будет дальше Я знаю что Все верят в выживание И вот я тоже буду верить В выживание этого персонажа Поехали дальше Голоден Болен В депрессии Значит задача какая Так как я уже в депрессии Мне в принципе пофиг Я на все готов Я должен Бордель Я больше не пойду Я пойду Дограблю Стариков Я пойду в ветхую трущобу Нет Я пойду в малую обитель Я пойду в малую обитель И ограблю этих стариков До конца Я уже это сделал один раз Но мы уже в депрессии Не важно Я добью эту локацию Мне нужно найти у них Электронные компоненты Да кстати В гараж В гараж Надо было сходить Хорошо Есть еда Айда Мочить пенсионеров А потом их детей А потом детей Начинается Мы аккуратно Все сейчас сделаем А у меня нет выбора Просто Можно было в гараж Пойти обменяться Мне нужно хотя бы Радиоприемник сделать Чтобы скрасить Существование свое Лопату я тоже не взял Почему надпись на стене Да Есть электронный компонент Есть еще Тушеночка Есть шестеренки Тоже немаловажно Отлично Отлично Хорошо у них здесь Привет я совкорс бро Болен под лекарствами Так вот там находится Видимо Да Хватит спать Да вот там Дедушка с бабушкой И там еще кто-то есть Наверху Посмотрите А это Это Ага Нормально все Это не то Интересно Какая погода сегодня Не важно какая погода Важно что у вас есть В аптечке Ой-ой-ой У меня ломика нет Так дедушка вышел Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ау Что ты ищешь Есть там кто-нибудь Бандиты Бабушка не залезет Уходите отсюда Дед смотрите Как умеет Хорош Я не причиню вам вреда Почтенные старцы Я пришел Лишь за вашей едой Мне нужна ваша еда Алмазы И медикаменты Я не причиню вам вреда Позвольте я закрою Мне нужен Вот этот шкафчик Все заперто Ребята Придется валить отсюда Надо с ломкой С фомкой сюда идти С ломом потом придем Если выживем Конечно Ладно Вроде бы хоть что-то урвали Еды пока есть Надеюсь на лагерь На нас не нападают Поэтому выбираемся отсюда Еда, алмазы и медикаменты Именно так День 19 Воры обчистили нас У нас украли все У нас Украли все У нас украли всю еду Спирт Воду Табак Ружье Они забрали все Карма, чувак Привет Привет Вкратце Мы выживаем Во время войны Остался один Один человек Из той группы Выживших Которая у нас Была в распоряжении Все остальные Погибли Давайте Нам нужно теперь за едой Отправляться куда-то Значит так На следующую вылазку Я иду в гараж Я отправляюсь в гараж Сейчас построю радиоприемник Отправляюсь в гараж Отдаю там медикаменты И возможно получу что-то ценное Но у нас теперь нет оружия В общем пипец Давайте сделаем радиоприемник Пускай замечательная музыка Играет вот здесь Надеюсь это снимет депрессию Дэвидс Ну так вышло Мы одним человеком Мы уже выживаем Сколько? Семь дней Я так понимаю Что проще Здесь Играть Двумя персонажами Двумя персонажами Будет Оптимально всего Поэтому одного Надо в любом случае Сливать Благодаря сброшенной Гуманитарной помощи Кофе Кофе Снова появился В погорении И хотя он остается Дорогим товаром Цены на него Снизились И больше Не граничат С вымогательством Отличные новости Городские новости У нас есть Давайте музычку Найдем В ближайшие дни Сохранится теплая И мягкая погода Великолепно подходит Для прогулок В парке Вот эта музыка Пускай будет Так я тоже норму живу Нормально все Нормально все у нас Ну болен немножко В депрессии Устал Нормально Сейчас поспим Сейчас дождемся Кстати кто-то Должен будет прийти Посмотрим кто придет Надеюсь новый выживший Включили радио Отдыхаем Болезнь Отступает Немножко депрессии Есть у Мэрина Ничего страшного Странно Почему-то Никто не пришел Ребят Неужели к нам Больше никто не придет Ладно Спи Мэрина Отдыхай Дома плюс 18 Погода хорошая Печку топить Больше не нужно Дрова нам не нужны Мы пережили зиму Математик придет Если математик придет Все Это победа Время тикает Никто не приходит Очень странно Ну вот Игорь Говорит что никто не придет Новый человек Каждые 8 дней приходит Ааа Вон оно как В 10 часов Всегда приходит Видите какая Ребята ситуация Через 3 дня Придет новый человек Это невероятно круто 3 дня Мэрин 3 дня Держись Все будет хорошо Болен и в депрессии Офигеть Здесь был склад Крупного магазина Теперь это убежище Группировки Вооруженных бандитов Если пробраться незаметно Внутрь можно найти Полезные вещи Но это Крайне опасно А в гараже Медикаменты Да ребята Подскажите По моему У них много еды А мы принесем им Медикаменты Тоша Тебя как зовут Ладно Берем медикаменты Берем медикаменты Возьмем с собой Ножовку И пойдем в гараж Ребята Других вариантов нет Сколько вчера Очень много Там еще женщина Которая детей любит А они еду хотели от меня Или Медикаменты По моему Медикаменты Ладно Давайте там Сынок Эй ты Мне нужны лекарства Для отца У тебя есть Есть конечно Сынок Главное Спокойнее Чего таким тоном Приятно иметь С вами дело В смысле Я же тебе дал Лекарства Для отца Эй Подожди Я ему дал Лекарства Просто так Что ли Ай Яшечки Яшечки Яяй Вот это Да Вот это Я вообще Блин Можно было Дорого Обменять их А я отдал Просто так Ну Ладно Ладно Не расстраивайся Не расстраивайся Не расстраивайся Все будет хорошо Я просто так отдал Лекарства Думаю Что меня впустят Ты должен был Меняться Вот А я не знал Ладно Все будет хорошо Берем шестеренки Берем здесь Компоненты Идем дальше О боже Ты поменялся Надо было Менять на еду Спилили нафиг Здесь все Сейчас будем Грабить их Сейчас 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 Я верну тебе Все Что я Отдал Отдал Лекарства Которые Самому Нужны Но я Думал Тут Будет Что-то Вкусное Так Значит Берем То Чего У нас Нет Вообще Соответственно Если что Обменяемся Мне конечно Нужно Больше еды Надеюсь Я до Холодильника Доберусь Сейчас Больше Еды Воды Ее Здесь Нет Компонентов У нас Много Компоненты Можно Выкинуть Давайте Сейчас Осмотримся Нам Нужно Вот Холодильник Ребята Нам Нужно В холодильник Идем Аккуратно Тихо В холодильник Там Форточка Отец Болен Он Здесь Валяется Где-то Вот Под ним Как раз Находится Холодильник Компоненты Я не забираю Вообще Слоты Под еду Оставляю Так Давайте Посмотрим Есть Кто-то Внизу Внизу Все Чисто Ребята И У нас Есть Доступ Мне Мне придется Убить Мальчишку И Забрать Их Еду У меня Нет Другого Выхода Это Батя Так Батя Батя Ложится Спать Постараюсь Немного Поспать Хорошо Пока Батя Спит Наша Задача Пробраться Пробраться Вниз А Заколочено С той Стороны Да Мы Не Пройдем Здесь Лом Не взял С собой Отмычку Купишь Да Давайте Сейчас Отмычку Куплю У него Прямо У Мальчишки Значит Так Мы Покупаем У Мальчишки Отмычку А входим Опять Сзади И Забираем Там Еду Мне Нужна Отмычка Я Дам Тебе Кофе Мне Сейчас Отмычкой Откроем Дверь Кстати С ним Можно Так Выгодно Торговать Ребята Прям Тут же Это Круто Не Боишься Что Тебя С Такой Кармой Просто Придут В Убежище И Пристрелят Нет Не Боюсь Выживать Надо Какая Карма Чувак Значит Мы Сейчас Здесь Открываем Дверь Забираем Всю Еду У этих Людей И Уносим Это Все В Убежище Конечно Да Ребята Это То Что Нам Нужно Это То Что Нам Нужно Да Ой Вкусно Как Ой Как Вкусно Ой 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 Тут Море Сахара Просто Я Даже Не Знаю Я Даже Не Знаю Что Делать Это Просто Невероятно Столько Еды Ребята Это Море Еды Здесь Шестеренки Здесь Все Есть Все Что Нужно Еще Еда Ребята Это Джи Это Это Джи Джи Вот Это Ой Ой Там Четыре Фильтра Для Дождевой Воды Все Уходим Уходим Это Просто Рай Посмотрим Главное Чтобы дома Не ограбили Никого Точнее Чтобы Убежище Не Почистили Здесь Нам нужен Еще один Человек День 20 Это Гениально Говорит Череп Мэрин Снова Тяжело Болен Может Хорошая Еда Может Хорошая Еда Сделает Ему Лучше Сейчас Проверим Сейчас Значит Готовим Вкусную Вкусную Еду У нас Есть Книги На Сохранение Мы Сейчас Из них Сделаем Топливо Приготовим Еды Сюда Еще Два Дня Можно Ходить Да Согласен Меня Сейчас Интересуют Новые Жители Убежище Нужны Снова Лекарства Сделаем Вот Так Терафлю Некогда Болеть Да 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 920 Смотрим Кто придет Сейчас В дверь Из депрессии Он так и не Выходит За все Это Время Это Очень Странно 10 Часов Утро За дверью Никого Включаем Радиостанцию Идем Ложимся Спать И ждем Пока Кто-то Придет Никто Не хочет К нам Неужели Придется Жить Все Это Время Одному Неужели Так Уже День 20 Нужны Лекарства Даже Торговцы Больше К нам Не ходят Пересыпаем Эту Ночь Никуда Не Идем День 21 На Нас Напали Мэйрин Получил Ранение Мэйрин Отбил Наш Дом Хоть На Нас И Нападали Делаем Ему Еще Одну Иду Помойся В ванной Бро Нельзя Нельзя Помыться В ванной Поэтому Нужно Ждать На 24 День 24 Дня Я не знаю Дотянем Мы Или Нет Если Кто-то Придет Новый Да Придется Идти В больницу Идем В больницу Идем В больницу Девушка Могу я вам помочь Можете Девушка Так много Пациентов Погибло Я понимаю Эй ты Мы много Потеряли При последнем Обстреле И нам Не помешали Лишние руки Он Нанимает Меня на Работу Смотрите Что он Хочет Я за тобой Слежу Я не буду Помогать тебе Работать Меня самому Все плохо Я ухожу К выходу Я полечился И ухожу Просто отсюда Ребята Это просто Жесть Какая-то Сколько Мы уже Здесь живем Одним Персонажем Такой Живучий Этот парень Такой Живучий Это просто Жесть Я отходил Ты опять Кого-то Убил Нет Никого Не убивали Мы уже Одним Живем Очень долго Кусок День 22 День 22 Ребята На нас Напали И украли У нас Всю еду Ох И он раздавлен горем Я не могу им управлять День 23 На нас напали У нас украли остатки Ладно сейчас проверим Кто же придет На следующий день прийти должен новый выживший Тогда все будет хорошо Все будет хорошо Сейчас еще крысятинку поймаем Еды еще найдем Не страшно Нет еды, воды Абсолютно ничего Персонаж очень голоден Ждем до 10 часов Если придет кто-то новый То все будет хорошо У нас еще есть радио Да Ладно, давайте Давайте еще раз радио День продержаться До ночи простоять Именно так Будем держаться и стоять Увидим, что будет Тяжело болен Очень голоден Да 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 Я знаю Я верю Я верю Да Да Я думал Это кто-то новый Слава богу, что вы здесь Снаряд попал в многоэтажку Ниже по улице И жильцов засыпало обломками Пожалуйста, помогите мне вытащить их Чем больше помощников, тем лучше Мы устроим больницу для раненых в моем доме У меня есть кровати и медикаменты Вы поможете мне? Ничем не могу помочь Моё горло опухло, а тело горит Какой в этом смысл День 24 Спать в кровати И ждать, что кто-то придет На нас напали Мы отбились Мэрин тяжело ранен Очень голоден День 24 Именно тот день, когда должен кто-то прийти Да По The Long Dark Как будут стримы, череп Когда-нибудь в будущем Когда будут новые патчи И новый контент Она же в Альфе Надеемся В этот день должен прийти к нам Новый выживший Как посчитали все мы Да, Гаша, они забрали лом О боже Я не могу дверь открыть Он раздавлен горем О нет Не может быть Лучше бы никто не пришел сегодня 10-10 И это торговец Ну и хорошо, я сплю Мэрин умирает с голода Мы должны достать ему еды Я ж сырую крысу Видимо Это последний день Мэрина Все убежище построено Все дыры заладаны Но Нас обокрали Еды больше нет Все друзья погибли И выход только один Съесть сырое мясо И надеяться на то, что сегодня В 10 часов К нам придет новый выживший И в полубездыханном состоянии Я открою ему дверь Я уже ее открою Друг Я жду тебя Прошу тебя Приди Да Да Спасибо Это новый выживший Да Да Можно мне остаться с вами Можно Да 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 Извините, что беспокою вас Забавно поворачивается жизнь Я пожарный Всю жизнь спасаю людей Теперь мне самому нужно спасаться Моя семья уехала из города Я хотел отправиться к ним Но город окружен Разрешите мне остаться С вами Да Хорошее решение Просто скажите мне, что делать Сразу успокаивай Хорошо, успокаивай Мэрина Да Пойду Я знаю Это все Для меня Это слишком Да Положение Довольно Мрачное Он еще и опытный Добытчик Поэтому Чат упал, да? Сейчас, ребята Чат отвалился Сейчас, сори Ох, ребята Это нереал Это просто нереал Это очень радостная новость Сейчас нам нужно выбрать Куда пойти Неужели Так по одному Мы будем выживать В этой игре Спасибо Спасибо, ты хороший друг Итак, нам нужно восстановить Всю нашу экономику Всю нашу экономику Теперь Мэрин должен Нам нужно абсолютно все У нас украли абсолютно все Я не знаю, что будем делать мы Но, блин Ребята Нужно принять Волевое решение Нужно завершить Этот день И идти туда Где много еды И припасов Нам нужно отправиться туда Где много еды И припасов Да Это новая жизнь Для нашего убежища На складе Нас убьют Давай, любимая На складе Нас убьют, ребята Нам нужно что-то делать Огромное количество еды Ладно Идем на склад Рискуем, Марко У нас нет выбора Нам нужно что-то Унести с собой Лопаты нет Лома нет Оружие тоже Позор 50 метров Очень плохая надпись Там супермаркет же был Да Так, значит Материалы Пускай здесь остаются Я беру только Самое ценное И съедобное Так, вот это возьмем Нам нужно Новое оружие делать Не поддается Хорошо Идем через верх Там мужик Там мужик С ружьем Надо было в супермаркет идти Без еды Мне отсюда выходить нельзя Да Ладно Мы все ценное Вытащили Куда вытащили? Подождите Разговор какой-то На какое-то время Нам хватит Что со следующей работой? Они уйдут, наверное Время, ребята Я не прочь Снова сходить На Гуманитарку Угу Да Надо их Немного Облегчить Спасибо Нормбула Отлично Не уходят Они уходят, ребята А мы, естественно Будем лутать Сейчас Так Здесь бесполезняк Нам нужна еда Вода Нам нужно сейчас Кормить Поить Наших ребят Так Где интересно Здесь еда Так Хорошо Главное Тихо Если что Беги отсюда Нафиг Главное Все делать Тихо Очень тихо Очень тихо Очень тихо Блин Одна фигня Ребята Лома нет Ножовки Тоже Почитаешь Лупу Почитаю Но не сейчас Время экономно Почитаю А вон как раз Сам склад Ребята Чувак там Вниз спустился Нет Стоит наверху Ждем Пока он уйдет Сверху Нет он идет вниз Он Главное не ко мне Главное не ко мне Прошу тебя Прошу тебя Не в эту дверь Уйди обратно Уйди наверх Нет Нет Ты сейчас Нет Ты сейчас Блин Нет Блин Блин Лол Марко Ну сука Почему в ту дверь Афинити Спасибо тебе Я как раз Читал Твой пост Ладно 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 Нормально Не страшно Ребята Не страшно Это все Склад Является опасным местом Гостиница Опасным местом Гараж Идеальным местом Для получения Большого количества Лута Далее Я просто Чтобы сейчас Проанализировать Супермаркет Отличное место Безопасное Вполне На склад Нужно идти Реально Хотя бы Склад Гостиницы И так далее Нужно идти Хотя бы С ножом И в стелсе Убивать Если ты собираешься Мэрин еле двигается День 28 Мэрин умер Вы выжили Только 28 дней День 3 Голодный человек Борис поделился Нашей едой С голодающим День 7 Трудное решение Борис ограбил кого-то Забрав у них почти все День 9 Роман умер Роман погиб Собирая провизию День 10 Соседи в беде Наши приветливые соседи Попросили нас помочь Ему крепить убежище Мы были рады помочь им День 11 Эмилия покинула нас День 13 Борис покинул нас День 23 Погребенные заживо В соседний дом попал снаряд И жильцы Оказались погребены под обломками Но мы не смогли помочь им День 25 Марко погиб Собирая провизию День 28 Мэйрин умер Как и многие другие крутые парни Роман не выжил Его мотивы до сих пор остаются Непонятными для многих его товарищей И некоторые из них по-прежнему считают его предателем Однажды ночью Эмилия незаметно ушла Как ни странно Спустя много лет после войны Она нашлась за границей Работая корпоративным юристом Нифига себе Так она еще выжила Хорошо Однажды ночью Борис исчез без следа Он умер спустя несколько лет После войны от цирроза печени Наградой за все усилия Ему стала наспех Вырытая могила Может быть его жена и дочки Когда-нибудь найдут ее Или Самим А если им самим удалось выжить Его огрубелые руки Уже никогда и ничего не исправят Ни самому Мэйрону Ни кому-либо еще Трагическая история этого человека Подошла к концу Может быть он наконец-то обрел покой Так, сейчас момент Так, Афинити Вижу Афинити, спасибо тебе большое Сейчас, ребята Ну что, живем еще? Живем еще, ребята? Сделаем это? Репорт Эмилию Итак Это жесткое А ты говорил бестолковое Да Поехали Итак Кто же у нас есть? В этот нелегкий первый день Но я вижу, что Не зима, ребята Не зима Все хорошо Три настоящих мужчины Бруно и Марко Бруно, Марко и Мэйрон Подождите, нет Бруно, Марко и Павло Итак Сразу же Очищаем завалы Ой, собираем лут Который у нас есть на базе Весь доступный лут Нужно собирать Очень быстро Все сделать за один день Крайне профессионально Нужно Все это делать Так, вот здесь Нужно собрать Так, припасов очень мало Но все равно Так, здесь нужно сделать сразу верстак Делаем верстак И сделать лопату Чтобы быстро Расчищать Все, что у нас есть Эти завалы Открываются руками Здесь Забирается теперь внизу Все Также ломик нужен Нужно делать Это все быстро За два За две ночи За два дня Минимум все очищается Ну проверим Так, ломик сначала Не лопату А ломик Делаем ломик Отмычки не тратим Сейчас сделается ломик Будем открывать здесь Пока разгребаем Все, что здесь Внизу Руками И с ломиком Будем врываться сюда Также нужно лопату Сразу быстро сделать Не уж профессиональное Прохождение Очень профессионально Так, делаем лопату Теперь Наверху у нас Разгребается Здесь все хорошо Там дверь Потом взломается Сейчас лопата Сделается И будет все классно Так, все Поехали Да, сейчас Расчистим Все за день Ребята работают Как надо Так, здесь завал Разбираем Здесь наверху Завал разбирается Сейчас открываем Шкаф Сейчас будем действовать Вообще аккуратно Везде Крайне профессионально Так, здесь открываем Там завал Разбираем Там тоже открываем Здесь завал Разобран Лутаем шкафчик Готи переводит 350 рублей Сообщает Спасибо за стрим Это Это мой вклад До победного конца Не понимаю Спасибо тебе большое Брозу поддержку Не понимаю Что значит До победного конца Победный конец Здесь крайне Крайне интересно Получить Точнее Крайне сложно Это ж вчерашние Пацаны Ну вот пускай Они и будут Сегодня победителями Хотя Не знаю Так Здесь тоже завал Разбираем Теперь отпираем Здесь все Смотрите Как ребята работают Просто Мужчины настоящие Спасибо тебе Готи большое Так Здесь открываем Дверь Лутаем Там у нас Разгребли Теперь лом Используется наверху Собираем все Лом используется Наверху Здесь Разгребается Все Здесь лопата Да пошла В ход Теперь лом Используем Здесь У тебя попадались Четыре сразу Нет Но я так понимаю Выживать лучше Двумя Так Теперь здесь Тоже нужно Открыть Сейчас ломик Подождем Пока Освободится Ломик Освобождается Здесь вода Здесь Ломик Используется И здесь Ждем Пока Парень Точнее Лопаты Сейчас Разгребет Да и за Один день Получается Мы все Очистили Так Открываем Здесь Ага Медикаменты Есть И все За один день Ребята Почистили А вот Эту дверь Еще Открыть Сейчас И все Теперь Нужно Сделать Печь Для еды Потом Улучшаем Верстак Все по старой Схеме Билд Ордер У нас Уже Есть Ой Ой А ресурсов Да нет Ребята Ни кровать Я не могу Я вообще Ничего Построить Не могу А вот Это Плохо В бегущей Строке Два моих Ника Да ладно Ой Да Правда Так Все Завершаем День Марко Опытный Добытчик Охраняет У нас Больной Павло Бруно Спит Нет Болен Болен Легко Да Пускай раненый Спит Этот охраняет Один добывает Что мы имеем Разрушенная Многоэтажка Тихий дом В многоэтажку Естественно Мы сейчас Идем Марко Идет В многоэтажку Берет Он с собой Лопату Берет С собой Лопату Или Ломик Взять А ладно Больше Унесем Пускай Ломик Берет Билд Ордер У меня Естественно Просто нет Нет ресурсов Сейчас Ух ты Как хорошо Это здесь Лежит Так Сразу Нашли Еду Нашли Много Нужных Вещей Я вообще Сейчас Склоняюсь К верстаку Топору Ну естественно Нужна еще Плитка Нужна Еда На армейском блокпосту поднялся Ну да Надо будет сходить В гараж Самое вкусное Сейчас для меня Там нужна Одна Наждачка Наждачка Там Сколько там Там отмычка нужна И нужна Нам Пилка Все Электронику пока не беру Возьму дерево Побольше Еда вроде бы есть Но готовить ее не с чем Пробовал Пробовал Прогрейдить Сразу Плиту Проблем Не было С едой Попробуем Отлично Здесь Кстати Смотрите Сколько лута Вкусного Ладно Сейчас Соберем Здесь Нам нужны Овощи Овощи Нужны Очень Сильно Овощей Нигде Нет Патроны Пока Можно Было бы Конечно И не Брать Давайте Я их Выложу На улице Пока Мы здесь Чистим Все Еще Еда Да Патроны Я Я наверное Патроны Выброшу Я Заберу Сейчас Лучше Побольше Еды Да В принципе Можно Выходить Потом Мы Вскроем Уже Ножовками Я Же Смотрю Видишь Что Мне Взять Я Не Просто Все Собираю Смысла Нет Щелкать Меня Правой Кнопкой Мыши Я Иногда Так Делаю Но Когда Я Знаю Что Я Точно Это Возьму Потом Все Дырки Надо Заколачивать Ой Ребята Сейчас Проблем Будет Жесть Самые Проблемные Дни Привет Посмотрите На все Эти Вещи Вот Каждую Ночь Бы Так Да Но Пока У нас Мораль Хорошая И Никто На Нас Не Нападал Отлично Значит Так Нам Нужна Плита Нам Нужна Плита Размер Смещаем Ее На Кухне Дальше Нам Нужна Кровать Плита Кровать Две Кровати Даже Надо Делать Грейдить Верстак Естественно Иметь Топор Так Кровать Одна Пошла Одна Кровать Пойдет Жалко Вот здесь Нельзя Ничего Заставить Ладно Пускай Кровати Будут Здесь Теперь Кровать Кровать Значит Здесь Делаем Плита Делается Здесь Готовить Ничего Нельзя Пока Марку Следующую Ночь Тоже Пойдет Здесь Мы Все Открыли Здесь Все Пролутали Весь Дом Зачищен Все Хорошо Так Повар Приготовить Мы Не можем Ни черта Нет Дров Что Можно Делать Две Книжки Сжигаем Водосборник Тоже Надо Делать Именно Нужно Много Чего Делать А Ресурсов На это Нет Опять Нехватка Ресурсов Полные Я могу Делать Только Простую Еду Воды Тоже Нет Да Ребята Привет Как всегда Стримишь Интересные Игры Не Подскажешь Как Называется This War Of Mine Привет Дружище Значит Нам Нужно Улучшать Верстак Чтобы Построить Топор Ресурсов 30 15 9 5 Не Хватает Шестеренок Только Для Улучшения Верстака Поэтому Задача Достаточно На следующей Вылазке Это Достать Как можно Больше Шестеренок Достать Овощей Если Конечно Они Будут Также Нужны Материалы Для того Чтобы Собирать Воду Ну И Все Пока И Вторая Кровать Если Выменять В гараже Топор И Ножовки На Лекарства То Можно Вначале Верстак Не Делать Как Вариант Ну Во-первых Гаража У меня Нет Гараж Не Появился Давайте Сделаем Вторую Кровать Сразу Пусть Будет Две Кровати Так 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 Этот Парень Пусть Отдыхает Книжку Почитает Топор Проще Наверное Сделать Если Гаража Нет Ну Точнее Это Единственный Вариант Который Можно Сейчас Придумать Это Как Раз Сделать Топор Кровати Есть Все Завершаем Этот День Добиваем Добываем Шестеренки Сейчас Так Где у нас Добываем Ты Спи Спи Легко Ранен Спит Ты Охраняешь Теперь А Марко Отправляется В супермаркет У нас Появился Супермаркет Лол Yes Of Кос Переводит 339 Рублей Сообщает Отличный Стрим Как Всегда Все Профессионально Спасибо Тебе Большое Yes Of Course Дружище Спасибо Тебе Бро Спасибо Большое Я не знаю Что там Нужно Там Нужно Завалы Раскопать Там Нужен Лом Отмычки Давайте Две Отмычки Возьмем С Лопатой И Унесем И Правда Похоже На Билд Ордер Ну Вот Материалы Дерево Пускай Будет Если Что Потом Выложу Здесь Вроде Был Насильник Насильник Вроде Может Быть Здесь Девушку Насиловать Будет А Советы Можно Давать Ну Аккуратно Если Так Ну Ка Какое Красивое Имя Да и Мордашка Ничего Спасибо Что ты Ищешь Просто Что Нибудь Поесть Поесть Бедная Девочка Я Дам Тебе Поесть Если Окажешь Мне Услугу Пойдем Со Мною Детка Мы Поужинаем И Развлечемся Нет Извините Я Не Могу Что Ты Не Можешь Если Не Хочешь Сдохнуть С Голоду Будешь Делать То Что Я Говорю Извините Мне Нужно Идти Домой Пошло Со Мной Вот Тварь А Ща Я Теб Вскрую Блин На Тебе Блин Подонок Негодяй Блин На Тебе Девушку Бить Блин Ублюдок Давай Иди отсюда Сейчас Я его Лутать Буду Подлез Блин Ха 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 Это Это Джи Джи Было Это Было Джи Джи Так Значит Смотрим Что Здесь У нас Девку Чего Не добил Девку Нельзя Она Хорошая Так Открываем Здесь Смотрим Дальше Идем Закатим Так Что под кроватью Ух ты Ребята Это Это Просто Супер Супермаркет Это То Что Нужно Это Реально Супермаркет Я Не знаю Что Еще Говорить По этому Поводу Здесь Просто Есть Все Короче Ищем Шестеренки Нам Нужно Больше Шестеренок Для Того Чтобы Как Раз Сделать То Что Нужно Это Построить Апгрейдировать Точнее До Топора Верстак Кофе На обмен Да Сейчас Посмотрим Посмотрим Мы пока не уходим Отсюда Все Хорошо Свидетелей Не оставляй Я Вообще-то Защищал Защищал Девушку От Насильника Ой 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 Ребята Это Очень Серьезное Помещение Мы Сейчас Так Обогатились Просто На Супермаркете Это Нереально Это Нереально Просто Нереально Это Очень Много Всего Я За Один Заход Сейчас Все Это Естественно Не Вынесу По радио Говорили Как раз В прошлый раз Что кофе Подешевел Вот На обмен Мы Естественно Кофе Возьмем Оставим Но Сделаем Это Мы В супермаркет Будем Две ночи Ходить Сейчас Да Может Он ее И правда Покормить Хотел Для Очкарика Сигарета Лучшее Средство Поднятия Так Здесь Еще Есть Вода Нет Ингредиентов Которые Нам Нужны Нам Нужны Шестеренки Как раз Для Апгрейда Посмотрим Посмотрим Что будет Дальше Может Компоненты Оставить Компонентов Много Тоски Оставить Реально Взять Сейчас На Продажу И Там Торговец Придет Уже Постоянно Все Меняется Конечно Это Рандом Полный Каждое Выживание Это Новая История В том То И прелесть Этой Игры Вот Сейчас Что Мне Больше Всего Нравится Она Всегда Разная Эта Эта Игра Реально Всегда Разная Разные Люди Разные Ситуации Это Очень Круто Это Очень Круто Так Шестеренка Есть Нам Как раз Они Нужны Компоненты Всегда Встречаются Давайте Самые Самые Обычные Материалы Мы Сейчас Не Забираем Мы Забираем Только Редкие Кофе Не Ценится Или Я Пропустил Что То Я Не Знаю Точно Что У Нас Сейчас По Кофе Посмотрим Торговцы Потом Придут Так Есть Еще Один Слот Нам Нужно Побольше Побольше Собрать Того Что Нужно Он Хотел Дать Ей Конфетку А Ты Его Убил И Ограбил Он Дал Ей Конфетку Через Приклад Своего Оружия Понимаешь Когда ты Хочешь Кого-то Угасить Конфеткой Ты Не Бьешь В нос Прикладом Правильно Так Самокрутку Не Берем Здесь Тоже Ничего Не Нужно Эту Дверь Не Открываем Пока Возьмем Запчасти Запчасти Нужны Фрукт Фрукт Я Взять Не Могу Еще Сбегаем Наверх Посмотрим Есть Там Запчасти Что Такое Гуф Где Гуф Что Случилось Ребят Что Стрим Отвалился Сейчас Вернется Подождите Могу Еще Сбегаем Наверх Посмотрим Есть Там Запчасти В смысле Где Хрипит Что Что Хрипит Так Ребята Там Временные Проблемы Все Все Вылечится Не Расстраивайтесь Резануло Ладно Надеюсь Все Будет Хорошо Итак День Третий День Третий Много Лута Все Очень Вкусно Я Нашел Очень Много Классных Вещей Какая Ночь Не Говори На Нас Напали Павлу Получил Легкое Ранение Мы Смогли Отогнать Бандитов Все Хорошо Давай Сразу Соберем Улучшим Верстак Точнее Нам Нужно Сделать Топор Ой Ой А чего Не Хватает Компонентов Компонентов Как раз Не хватает На Верстак Теперь Шестеренок Очень Много А компонентов Не хватает Слегка Болен Легко Ранен Чего Сколько У нас Медикаментов Я не понял А Три Спокоен Голоден Так Приоритетом У меня Является Это Верстак Поэтому Я Отправляться Буду За Материалами В первую Очередь Значит У нас Есть Оружие Если Что Есть Оружие Теперь Автомат Военный Ты Заново Начал Заново Заново Есть Оружие Дом Мы Защитить Сможем В любом Случае А вот Топор Вещь Нужная Да Есть Спирт На Обмен Есть Все Что Нужно Давайте Тот Кто Ходил Пускай Поспит Нет Ты Встаешь Тебе Не нужно Голоден Легко Ранен Ты Теперь Отдыхаешь Сразу Ты Встаешь Готовишь Всем Еду У нас Овощей Нет Ждем Пока Кто Придет В Убежище Если Придет Сейчас Торговец В 10 Часов Мы Обмениваем Компоненты Не хочу Обменивать Спокоен Это плохо Что ли Голоден Спокоен Сильно Устал Приходит Себя Спокоен Устал Спокоен Наоборот Хорошо Проще Апнуть Первый Верстак У меня И на Первый Верстак Нет Материалов Сейчас Надо Будет Делать Вылазку За Материалами В общем Ждем Пока Придет Кто-то Никто Не Приходит Видимо Еду Готовить Мы Пока Не Будем Еду Пока Готовить Не Будем А эти Ребята Отдыхают Пускай Отдыхают Топор Нужен Порубить Дровишки Я не Знаю У меня Кровотечение Но не Опасное Ладно Перевяжись А ты Ж Легко Ранен Отдыхай Топор Топор Важен Да Но Я его Сделать Не могу У меня Нет Ресурсов Мне Нужны Компоненты Очень Много Ладно Завершаем Этот день В ночь Идет опять Голодный И спокойный Марко На охране Остается У нас Павло Нет Павло Пускай Отдыхает Охранять Будет Бруно Дом Для двух Семей Армейский Блокпост Кто-то Говорил Что можно Туда Пройти И забрать Но Нет Мне сейчас Как раз Нужны Ребята Материалы Огромное Количество Материалов Нам Нужна Разбомбленная Школа Поэтому Поэтому Идем Просто В разбомбленную Школу И забираем Там Материалы С собой Возьмем С собой Возьмем Лопату Лопату И лом В супермаркет Пока не возвращаемся Материалы Сейчас Заберем В большом Количестве Говорят Что во время Бомбежки Здесь еще Вели занятия Да Велись занятия Бедные дети Это так Много Шестеренок Попадается Наверху Кто-то Ходит Это явно Не крыса Дверь заколочена Вдруг Нет крыса Нормально Значит Здесь Роемся Везде Откапываем Все Нам нужны Материалы Только материалы Компоненты И прочее Доски Пускай будут Еды у нас Достаточно Только если Овощи взять Также Нужно будет Взять валюту Типа сахара Либо кофе Я не знаю Найти поискать Посмотрим Разве В школе Не мародеры Сидят Нет В гостинице Мародеры Сидят И еще Где-то Школа Не такое Опасное Место Поэтому Сейчас Мы здесь Все Отроем Лопату Благо Взяли С собой Он Хороший Добытчик Спокойный Голодный Автомат В супермаркете Мы защитили Девушку Убили Негодяя Спаси Донбасс Бро Именно Нужно Много Много Компонентов Так Дверь Заколочена Идем Вниз Это мне Не нужно А Здесь же Бомжи Здесь Бомжи Дорогие Друзья В прошлый Раз Когда-то В одном Из Прохождений Привет Адриана В одном Из Прохождений Мы были Вынуждены Их Убить Потому Что Они Мне Показались Опасными Вот В этот раз Мы убивать их Не будем Мы просто Пройдем Мимо Здорово Прием На микрофоне Ламповый Микрофон Роуд К2 Они Снова Забрали Мою Еду Да Друзья Всегда Поддержат Друг друга Видимо Крадут Вот у дедушки Дедушку Обокрали Здесь Большое Количество Бездомных Людей Ну мы Сейчас Все Здесь Пролутаем Нормально Ага Хорошо Вот это Вот это Нам и Нужно Мне Нужно Больше Всего Компоненты Нужны Сейчас Чтобы Как раз Апнуть Верстак И Медикаменты Неужели Здесь Есть Медикаменты Ну-ка Сейчас Посмотрим Привет Дружище Скажи Очередной Раз Чем Закончится Эта Игра Очень Богатое Помещение Очень Богатое Помещение Просто Невероятно Богатое У нас Сейчас Медикаментов Просто Лечи Не Лечи Можно Обмениваться Там За Холодильником Нычка Чекнем Сейчас Ну здесь Только Бомжи Мы По сути Их Их И не Грабим Еду Мы Не Забираем С Роуд К2 Идет Сразу Предусилитель Ламповый У меня Отдельный Стоит Предусилок Еще Звуковуха Firewire Sapphire Pro 40 Focus Rate Так Здесь Тоже Я не знаю Шестерен Дров мы Нарубим Дров мы Нарубим С топора Ребята Поэтому Я лучше Возьму Только Редкий Лут Сейчас Дрова Не буду Брать С собой Дров Мы Нарубим И так Дома Это просто Что-то Невероятное Это просто Что-то Невероятное Это надо Все Брать Ребята Это надо Брать В общем Так Я знаю Куда Я буду Ходить Несколько Дней Подряд Все Уходи Домой У нас Еще Есть Супермаркет И вот Это Место Отлично Просто Отлично Да Из записки Узнаем Сейчас Ребята Надо Сейчас Грамотно Все Обустроить В убежище В первую очередь Что с Вовом Возле Дрова Разве Не нужны Для Апа Верстака У меня По-моему Достаточно Дров Как раз У меня Компонентов Там Не хватило Сейчас Гляну В такие Места Грубой Гурьбой Ходить Да Гурьбой Надо Но Гурьбой Не ходится У нас Много Лута Много Лута Очень Вышла В этот День Поэтому Да Мы Принесли Компоненты Остались Дрова Теперь Следующая Вылазка Пойдет За Дровами Но Перед Этим Нам Нужно Чтобы Профессиональный Повар Павло Где он У нас А Быстрый Бегун Бруно У нас Хороший Повар Приготовил Нам Всем Три Порции Еды Три Порции Еды Сейчас Мы Всех Покормим А хватает Только На две Порции Еды И Одну Консерву Давайте Сделаем Так Покормим Спящего Который Очень Голоден Консервой Почему Я не могу Его покормить Ладно Сам Поест Консерву Повар И тот Кто Выбегает За лутом Естественно Будут Питаться Получше Чем Консервой И Один Компонент Да Поспать Отправь Сейчас Поест И пойдет Спать Так Голодный Слегка Больной Берет Маленькие Таблетки Как-то Нужны нам Нужны нам Дрова В количестве 16 штук Которые Мы все Забираем И обмениваем На дорогостоящий Товар Как Например Ммм Серьезно Ладно Дам тебе Одну бутылку Обменялись Дальше Что нам нужно Еще Нам нужен Один компонент У него Их 21 Обменяем Мы их Эти компоненты На Бутылку Бутылку И дадим Ему Таким Вот Образом И Отсыпем Еще Немножко Что У нас Лишнее Что такое Скайфокс Привет Народ молчит Скажи Какой по счету Трай Это второй Трай За сегодня А если Так И Вот Так А теперь Вот Так И Так Ага Три Ладно Сделаем Так Так И все Можно строить Верстак Запчасти А Купить Запчасти Для оружия У него Да Кстати Сейчас Сейчас Сделаем Теперь Можно Апнуть Верстак Значит Да Апаем Верстак И строим Топор Для этого Нужны Запчасти Для оружия Сейчас Вернемся К торгашу Что нам нужно Чтобы сделать Топор Нужны еще Дрова И запчасти Для оружия Возвращаемся К нему И покупаем Запчасти Для оружия Так Ну Давайте Мне Пожалуйста Запчасти Как раз В этом Вот Количестве Я Дам Тебе Дружище За это Вот Это И готов Я поделиться Одним Куском Мяска Одним Куском Мяска Плюс Ты мне Дашь Еще А мне Больше Ничего От него Не нужно Дрова У него И так Все Забрал Ладно Как звучит Строим Топор Да Сейчас Построим Топор Это Очень Терпеливый Торгаж Ну Да Он Ой Ой Нам Не Хватает Еще Одной Детали И В любом Случае Давайте Завершать День И Возвращаться Туда же Возвращаться Мы будем В разбомбленную Школу Марко На Охране У нас Остается Бруно Нет Он спит Пускай Охранять Будет Павла А Марко Идет Добывать Также В школу Не Помню Что там Нужно Было С собой Взять По-моему Ломик Возьму Ломик До завала Разгрести Дрова Дрова Не Хватает Да 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 Там Много Чего Не Хватает Дрова Сейчас Будем Забирать Здесь Здесь Одни Бомжи Они Не Страшные Все Нормально Никто На нас Нападать Не Будет А Внизу Хороший Скрон Там Можно Будет Забрать Что Нужно Да Вот Это Все Забираем Жалко Запчистить Для пистолета Здесь Не Найти Неприятно Так Здесь Открываем Там Бомж Нет Это Крыса А нет Бомж Спит Так Здесь Еще Один И Там Я Не Был По-моему Да Да Здесь Мы Не Были Давайте Чекнем Ух Ты Там Самосад По-моему Какой-то Чат Упал Да Чат Упал Спасибо Нам Не Хватает В любом Случа Для Топора Запчасти Это Неприятно Компонентов Много Всего Много А вот Запчасти Нет Давайте Посмотрим Есть Если Здесь Где-нибудь Что-нибудь Подобное Сейчас Чат Восстановлю Там Кто-то Курил Курил У нас Давайте Возьмем Ему Тогда Еды Ой Еды Сигарет Так Здесь Записка Опа На Посмотрите Ребята Я Сделал Тайник За Холодильником Как Ты Просил Я Уже Туда Кое-что Положил Посмотри Подойдет Лето Тебе Нифига Так Это Не Тайник За Холодильником Вот Он Возьмем Две Еды Компонентов Нет У меня Тоже Я Сейчас Добью Я Как раз Добил Вот Компонентов Все Больше Ничего Не Взять Воду Я Одну Уберу Возьму Еще Стак Компонентов Так Здесь Что Так Эй Чужак Не Трогай Нашу Коробку Все Понял Ты Хочешь Нас Обокрасить Я Не Буду Не Буду Не Буду Все 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 Я Ухожу Так Чат Перезагружаю Так Сейчас Ребят Чат Перезагружаю И Выбегаем Отсюда Вот Если Даже Судить По Прошлому Прохождению У меня Топор Был Уже На Третью Ночь На Вторую Шустрый Профессионал Да На Вторую Ночь У меня Уже Был Топор Потому Что Компонентов Хватало Сейчас Вот Ну Жесть Какая Это Просто Топор Не Могу Сделать Быстро Это Важно Уже День Пятый Еды Достаточно Главное Чтобы Грабители Никакие Не Пришли Я Нашел Очень Много Классных Вещей Какая Ночь Да И Эта Ночь Прошла Спокойно Слегка Болен Устал Это Понятно Попробуем Сейчас Посмотреть Сколько Нам Не Хватает До Топора Нам Не Хватает Одного Компонента По Моему Как Раз Запчасти Для Оружия А Нет Можно Ребята GG Теперь У тебя Автомат Да У меня Автомат Есть Кстати Начальный Состав Из Одного Лишь Марку Не Не Выпадал Так Голоден Устал Давай Ты Спи Ты Значит Займешься Разбиранием Домашней Утвори На Дрова Раз топор У нас Есть Нужно Грейдить Еще раз Верстак Забираем Здесь Все Разрубаем Нафиг Игорь Ты удивлен Ты удивлен Тому Что Я Не Посмотрел Что Запчастей Хватает Ну Ладно Поспать Его Отправь Отправил Уже Так А где Наш Где Наш Повар А Маркус Спит Так Маркус Спит А Бруно Почему Спит Он С себя Приходит Так Павло Павло Иди Ложись Спать Кто Там Пришел Так Ты Иди Ложись Спать Ты Иди Открой Дверь Кто Это Что За Женщина А Она Попросит Разобрать Завалы Их Завалила Там Бомбежка Была Видимо Или Что Сейчас Сейчас Проверим Откройте Дверь Пожалуйста Спасибо Что Открыли Дверь Спасите Людей Из Обрушивавшегося Здания Спасем Ли Мы Людей Или Оставим Погибать Их Выбор Этот Будет Лишь Зачатом Спасем Ли Мы Людей Или Пускай Они Погибнут Под Завалами Друзья Не старый Пишет Плюс За ним Идет Рисоник Yes Of Course Descent И все Хотят Спасти Здравствуй Здравствуй Мощин Добро Пожаловать Поехали Дальше Спасаем Людей Быстро Пойдем За мной Спасаем Людей Из Под Завалов Я Уверен Что Этот День Принесет Хорошие Новости Подождите Мы Все Что Ли Пошли Спасать Людей Не Не Все Ладно Давайте Разбирать Дальше Утварь Пока Пока Кто-то Ушел Маркус Пит Спасай Чудовище Циничное Так Ладно Хорошо Мы Павел У нас Нет Павел Бруно Бруно Отправился У нас Спасать Людей Значит Без повара Мы остались Пока Но не Страшно Значит Разбираем На дрова Продолжаем Весь Дом Так Все Хорошо Ресурсы Есть Теперь Нам Нужно Апнуть Вот Этот Верстачок Апаем Основной Верстак И Сможем Заколотить Несколько Дыр В доме Марко Проснулся Пошел На кухню Почему-то Сам Голоден Спокоен А Все Выспался Марко Отлично И Павло Сейчас Ляжет Спать Так Смотрим Что Здесь У нас Здесь Мы Можем Да Заколачиваем Одну Дырку Дырку Колотить Пойдет У нас Естественно Марко А Павло Ляжет Отдохнуть Да Все Хорошо Плюс 18 Лечи Павла Пока Еще Просто Таблетки Нужны Потом Болезнь Ага Что-то Много Они Таблеток Хотят Ладно Давайте Таблетками Полечим И Выдвигаемся Дальше В Следующую Ночь Хорошо Хорошо Давайте Продолжать В том же Духе Попробуем Еще Одну Дырку Забить Да Еще Одну Дырку Забьем И Сделаем Радио После Этого Забиваем Еще Одну Дырку В доме Делаем Радиоприемник А уже Ночь Скоро Наступает Так Понял Тебя Ты Под Сомнение Мой Профессионализм Решил Подставить Хорошо Так У нас есть Супермаркет И у нас Есть Школа Школу Мы уже Сделали Все Что Что Дом 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 для Двух Семей Церковь Святой Марии Армейский Блокпост Ребята 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 У нас Выбор Выбор Невелик А я Не знаю Что делать Дом для Двух Семей Пойдем Наверное ГГ Супермаркет Тихий Дом Да В супермаркет Сейчас Пойдем Обратно А что С Бруно Бруно Ушел Помогать Семьям Я Не считал Нур Был Наверное Четыре Ой Треть Четверт Нет На прошлом Стриме Два Раза Ну Четвертый Наверное Так Значит Берем А там Ничего Не нужно По-моему Я там Все Вскрыл Да Я там Все Вскрыл Ничего Не берем С собой Берем Просто добываем Бруно Пошел Выкапывать Людей Из-под Завала Так Здесь А вот Кстати Запчасти Которые Нам нужны Сейчас Будем Все По мелочи Собирать И та Девушка И та Девушка Кстати Говоря Ребята Которая Вы слышали О том Солдате Что он Пытался Сделать Хорошо Что бедная Девочка Теперь В безопасности Вот Как раз А нет Это не та Девушка Это уже Другая Женщина Которая Сейчас Будет Меня Преследовать И напоминать Об этом Сейчас Забираем Здесь Все Так Секунду Я Перезагружу Чат Потому Что у Нас ГГ Упал И Снова Приподнялся Так Ребята Писать можете На ГГ Вопрос Очень важный Потому что Видимо Все висит Ладно Разбираем Пока Здесь Все Что У нас Есть О Здесь Еще Ружье Можно Будет Собрать Сигарету Все Вот Эту Мелочь Надо Разобрать Проверка Чата Да Все Вроде Б Хорошо Вот Это Все Собираем А Понял Зьяку Ну Просто Видишь Ты Себя Ведешь Непрофессионально Крайне Нельзя Под сомнение Ставить Профессионала Понимаешь Профессионализм А ты Это Делаешь Пришлось Тебя Забанить Ну Куда Деваться Такие Правила Так Значит Здесь Мы Все Сделали Здесь Мы Все Сделали Берем Доски Компоненты Тоже Нужны Давайте Четыре Стака Забираем Идем Быстренько Дальше Все Нужно Делать Быстро Собирать Ресурсы Сейчас Которые Более Менее Редкие Чтобы Их Сдавать Торговцу И выкупать Выкупать То что Стоит Значительно Дешевле Вот кофе Говорили Да Что дорого Стоит Самокрутка Кстати Ни черта Не стоит Поэтому Я ее Выкину И сделаю Вот так Что Что За Баба Я Не знаю Что За Баба Она Будет Сейчас Преследовать Меня Снять Стресс Хочет Нет Девушки Это Я Помогать Не Собираюсь Снять Стресс У Людей Есть Еще Силы Сопротивляться Я Понимаю Женщина Что У вас Есть Силы Сопротивляться Давайте Вы Свои Силы Оставите На Кого Ни Другого Она Похожа На Ты Тысяча Я Понимаю Скайфокс С Твича С Совет Давали Слушать Радио Так Как Там Говорят Что Дорого Ценится На Данный Момент Да Да Это Я Видел Я Это Знаю Чтобы Слушать Радио Надо Его Построить Поэтому Нужны Ресурсы Вот Сейчас Мы Этим И Занимаемся Радио Будет Сейчас Построено Так же Как Будет Построена Печка К зиме Это Тоже Нужно Делать Давайте Здесь Откроем Сразу Дверь На Крыше Консерва Есть Да Сейчас Заберем Генрик Я Кофе Беру Для Продажи Мы Радио Поставим Сейчас Будем Ориентироваться В Магазинах Внимание Не Прикасайтесь К Неразорвавшимся Боеприпасам Любое Брошенное Оружие Боеприпасы Или Оборудование Могут Быть Заминированы Не Прикасайтесь К ним Риск Тяжелого Ранения Или Смерти Сообщайте О всех Находках На ближайший Блокпост Армии Нифига Себе Электроники Хватает Для Радио Поэтому Сейчас Я Не Собираю К Земле Готов К Зиме К Зиме Мы Готовимся Две Воды Не Знаю Брать Собой Сигарету Тоже Да Выкину Сейчас Там Если Есть Консервы Сейчас Консервы Заберем Я Тебе Писал Да 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 Нурбуль Я Знаю Да Про Радио Советы Я Знаю Просто Ими Не Пользуюсь Но Так Как Я Сейчас Собираю Как Раз Дорогостоящие Ресурсы Поэтому Буду Теперь Слушать Советы С Радиостанции Всегда Вот Всякий Порох Интересно Будет Ценится Или Нет Медикаменты Всегда В цене Это Стопудово Еще Курочка Так Вот это Все Забираем Спрыгиваем Теперь Вниз Вот Сюда Курильщик У меня По-моему Повар Кстати Да Так Женщины Мне Не нужны Проблемы Отлично Апни Велик Бро Какой Велик День Шестой Сегодня у нас Хороший Улов Смотрите Что я Принес На нас Напали Мы Потратили Три Патрона Кто-то Пытался Ограбить Нас Не Многовато Ли Вы Потратили Ребята Так Отлично Задача Наша Теперь Устал Очень Голоден Повар Должен Приготовить Нам Три Блюда Опять Легко Раненый Блин Очень Голоден Легко Ранен Три Блюда Нам Нужно Приготовить Раз Два Три Чтобы Все Поели Марко Ложится Спать Павло Занимается Постройкой Радиостанции И Заколоткой Еще Одной Крыши Да Ставим Радиоприемник Вот Здесь Так Ты Кушаешь ЗНМЦ Роуд Австралийский Так Значит Здесь Спрыгиваем Вниз Включаем Радио Ты Идешь Теперь Кушать С улиц Исчезли Почти Все Животные Учитывайте Это При покупке Мяса Из Сомнительных Источников Погорень Испытывает Острую Нехватку Жизненно Важных Продуктов Если Так Пойдет И Дальше Люди Превратятся В Добытчиках Рыщущих По Городу В Поисках Любых Полезных Вещей Жизненно Важные Продукты Сейчас В цене Но Они Всегда Были В цене Как Пускай Музло Играет Так Ты Идешь Кушать Надо Заколотить Еще Одну Дырку Давайте Заколотим Ты Сейчас Пойдешь Покушаешь Марку Потом Снова Поспишь А Ты Пойдешь Заколачивать Дырку Как Раз Теперь Ты Отдыхаешь Так Забиваем Последнюю Дырку Или Это Не Последняя Торопись Вторая За Сегодня Так Марко Спит Бруно Спит Дырку Еще Одну Заколотили Все По-моему Да Мы Все Дырки Заколотили Можно Улучшить Дверь И Надо Будет Поставить Печку А Улучшить Улучшить Плиту Ребята Улучшить Плиту Уже Нужно Еще Точно Мы Постоянно Забываем Что нам Нужно Улучшать Плиту А Чтобы Улучшить Плиту Нам Нужны Как Раз Компоненты Компоненты Ребята Нужны Всего Лишь Более Эффективная Плита Позволяет Готовить Пищу Более Эффективно Экономя Топливо Очень Круто Так Так И что Еще Можно Сделать Теперь Теперь Стало Доступно А На Следующем Уровне Верстака Будет Доступна Дверь Но Сейчас Нам Нужно Сделать Клетку Для Поимки Крыс Размещаем Эту Клетку А Третья Дырка Рядом С Медикаментами Спасибо Бро Сейчас Забьем Все Ребята Работают Все Трудятся Отлично В доме Играет Музыка Плюс 19 Тепло Посмотрите Как невероятно Круто Ребята Выживают С плиты Нужно Было Начинать Так Ловим Здесь На Мясо Теперь У нас Добывается Дальше Отдыхаем Марко Выспался Просто Голоден Нам Нужна Еда У вас Еды Дофига Ну Все В принципе За Сегодня Все Получается Никого Лечить Не Нужно Все Дырки Забиты Осталось Только Дверь Сигнализации Поставить Могут До Десяти Тратить А могут И Больше Понял Рандом Ладно Поехали Так Дом Из Двух Семей Церковь Святой Марии Супермаркет Больше Не Потихий Дом Жилой Массив Который Остался Практически Нетронутым Тихий Район Много Еды Много Лекарств Много Запчастей Нам Здесь Нечего Делать Если Мы Не Готовы Воровать Мы Не Готовы Воровать Нам Нужны Компоненты Нужно Компонентом Да-да-да-да-всё-всё верно В школу За компонентами Сейчас побольше нагрузим Не берем с собой никаких лишних ресурсов Нам нужно как можно больше компонентов и электроники отсюда унести Так, здесь бомжи-бомжи Здесь открываем и забираем все из холодильника Так, здесь еще притарчик Можешь уже гильзы с порохом собирать для патронов Можно, но мы пока на войну не ходили никуда Поэтому Не знаю, не рановато ли это Ладно, еще раз выходим сюда Понял, ну что мне патроны теперь с собой таскать? Не буду я это делать Зачем смысл таскать патроны с собой? Вот этого я вообще не понимаю Это же слот Мне нужно как можно меньше с собой брать как раз Ну, я так считаю Компонентов вообще здесь не осталось Неужели я все уже забрал? Так, дерево мы взяли Привет, хороший у тебя голос Как раз для стрима Привет, Коматос Добро пожаловать Так Компонентов-то, ребята, здесь мало осталось Сейчас прочекаем, конечно, верхний этаж Ну, что-то как-то сомнительно Гильзы и порох для хорошей обороны дома Понял Так, а что так? Почему здесь ничего нет? Ох, не взял с собой лопату вовремя Пипец А что ты не воруешь у бомжей тут сундук Надряно, потому что Карма Была бы у нас безысходная ситуация Да, я ворую у стариков Там И так далее Только тогда Когда я вижу это Единственным выходом Чтобы выжить В нашей команде Не стоит, я думаю Делать таких вещей пока Если бы У меня было все плохо Возможно, я бы этот ящик и вскрыл Хотя я не думаю, что там есть что-то интересное Да, наверное, реактор Так Вроде по времени успеваем Нормально, сейчас облутаем Здесь забираемся Да, есть компоненты Но совсем мало А, я в принципе нагружен уже Ладно, попробуем здесь вскрыть Вскрываем и сразу же выбегаем на выход В школу тебе одну ножовку Вторая пусть Второе путь к воровству Но вот я не хочу воровать сейчас Поэтому пока мы делаем так Еще можно доводить до состояния сыт Так, воду я здесь оставлю Хотя нет, воду возьму Дрова оставлю Дрова всегда можно будет нарубить В любой локации 28 дней Так, 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 так Здесь компонент не полный Все, забираем И уходим отсюда 28 дней 22 тим Первый раз игру поставили позавчера Вчера не играли вообще Марко уже в убежище День седьмой Игра изи Здесь нет волков Ну да, Кумар Итак, никто на нас не нападал Значит Что мы имеем? Мы имеем кучу компонентов Мы имеем Да мы много чего имеем У нас все есть в принципе Нужно улучшить плиту сейчас Так, ты ложись спать После того, как ты пришел сходки Ты встаешь Идешь сюда Ты ложишься спать Нам нужны овощи Улучшаем плиту И надо было уже плиту к зиме готовить Ой, плиту Отоплялку Да, еду мы потом приготовим Плита хороша Теперь я думаю построить Либо еще раз верстак улучшить Ну-ка Да, нам нужно еще раз улучшить верстак И сделать аварийную систему Вот дедушки нет И все окей Три мужика не пропадут Ну да Кстати, мы можем уже делать каски Пистолеты Ружье Ружье можно сделать Но нужно семь компонентов Отмычку Ножовку Одну ножовку, что ли, сделать? Давайте сделаем одну ножовку Нам повезло, что у нас есть автомат изначально Одну ножовку возьму с собой на дело Только куда мы пойдем, непонятно пока Отмычку нужно еще сделать было бы Тихо, 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 тихо Начал ты рубить Чувак, это твоя кровать Ее на ней надо спать Замахнулся Ладно Так, кто-то пришел Эй, люди Мне нужно поговорить с вами Кто же это? На хлебник новый, что ли? С ножовкой в школу иди Впустите меня, пожалуйста Вы тут, вам тут помощники не нужны Кто ты, кто ты вообще? Можно мне остаться с вами? Спасибо, что открыли Люди стали так недоверчивы Меня зовут Света Я работала учителем начальных классов Вы, наверное, гадаете Зачем я пришла По правде говоря Мне страшно оставаться Одной в такой ужасной ситуации Вы бы не возражали Если я пожила бы с вами Я могу заботиться о детях Если они у вас есть Света У нас есть три Постоянно голодных мужика Если ты готова Жить с ними То, конечно, мы тебя впустим Ребята Я сейчас теряюсь, честно К трём голодным мужчинам Пускать такую женщину Давай за НМЦ Спасибо Наверное, ребята Мы её Четыре рта Шутишь Я про то же Света Извини, но Нет Пожалуйста Умоляю вас Нет Вы бросаете меня на погибель Иди отсюда И передай друзьям Что вы сюда не приходили Всё Всё, ребята Справились со Светой Я бы вообще двумя чуваками жил И был бы доволен Перезапусти игру А зима близко Да, нам нужно печь делать Так Нам нужна печь Нужно отопление Где мы будем делать печь Врача бы оставили Училку не надо Да, врача Врача оставили бы Нужно отопление Скоро зима Также сбора питьевой воды У нас нет Плита у нас есть Всё нормально Где печь-то я не вижу Да, вон же Вот же печка 6-12 18-5 Компонентов Нам нужны снова компоненты Всё Завершаем день Да, падал Стрим ненадолго Так Супермаркет Тихий дом Армейский блокпост Церковь Святой Марии Дом для двух семей Половина дома разрушена В другой половине живут люди Кажется, они недружелюбны Ночью оттуда можно услышать выстрелы Мы могли бы обчистить заброшенную часть дома Если удастся проскользнуть через обитаемую Ребята, тут только риски Тут только риски Делает два сбора и печку Привет Да, два сбора Сейчас скоро зима наступит Печка нужно сейчас делать Поэтому нужны опять же компоненты У меня нет больших вариантов Там мы А, кстати, мы разрушенную многоэтажку Еще не чистили с пилками Поэтому Нет, сделаем так Придет торговец на следующий день Поэтому Мы берем ножовку Две Здесь все почистим Идем в многоэтажку Забираем компоненты Нет, не в школу Не в школу А в многоэтажку В школу потом В многоэтажку Потому что здесь есть очень много Нужных для нас вещей Также здесь я вроде оставлял компоненты Поэтому Сейчас на продажу Наберем вещей Здесь их должно быть много Придет торговец Мы купим компоненты И там уже все запилим Будем действовать так Охрану не оставил Разве я охрану не оставил? Да ладно Правда без охраны остались? Ну пофиг Надеюсь Обойдется Нам нужны компоненты На печь И хотя бы один сбор воды Да, сделать Еда Вода Сахар Пускай будет Твич Лежит Сразу видно Профессионал Да Отлично Вот это все Мы забираем Вот эти дрова тоже Покормил Они не голодны Я кормлю только Когда очень голоден Сейчас спиливаем здесь все Компонентов нет Но компоненты мы конечно же Я думаю Выменим у торговца Тем более ресурс такой доступный Лучше редких вещей Сейчас побольше набрать Ой-ой-ой-ой-ой Кефали полные Шалланд Так Сейчас Вот это сейчас заберем Вот это забираем Вот это забираем Это все очень круто Два патрона целых у нас есть Вот это забираем Самокрутки не нужны нам Гильзы тоже пока не нужны Заходим сюда И смотрим что здесь есть Все таки ножовка потрачена Поэтому Еще компоненты Ребята Это невероятно просто что-то Как-то повезло Ванную Где пилил Ух-тух Ох-ох-ох Ребята Это просто невероятно Посмотрите Так Сахарок берем Вот это заставляем Берем Это все мы будем менять Это все на обмен Это просто круто Шестеренок если понадобится Спирт дороже по-моему шестеренок Воды Воды надо тоже Ой-ой-ой Воду заберем Неплохо Неплохо так зашли Все можно убегать Подними твич В смысле твич упал? Так ребята Сори Твич разве у нас падал? Сейчас глянем Так Стоп ретрансляции Старт ретрансляции Сейчас твич должен подняться Сек Так все выходим Количество слотов Не повысить У добытчика Что случилось? Я думал он восстановится Так все нормально Все профессионально у нас идет Никто не умер Ставим печь сразу Ставим печь Ставим печь Мы Нет здесь она теплее выглядит Нет здесь холодно как-то Наверх Вот сюда она будет ставить печь Нет там тоже холодно Давайте здесь Ты не прочекал ванную Прочекаю попозже В этой игре есть консервированные персики? Нет Дэвидс В этой игре их нет Итак у нас все хорошо в принципе Сейчас идет Мы можем поднять Бруно Почему это он опечален? Так не руби Спать идет у нас добытчик Почему опечален? Легко ранен Так Легко Почему ты опечален то? Бруно Все же хорошо А очень голоден Давайте поедим ребят Три блюда делаем Так Три блюда сейчас делаем Бруно пошел готовить Ребята сейчас покушают После печки Надо было Апгрейдить верстак И еще что-то сделать Да? Так Ты кушаешь первым Ты повар Вторым кушает добытчик Идет Не-не-не Ты кушаешь Ты тоже будешь кушать Ты садишься сюда Ты идешь кушать И ты идешь кушать Кто быстрее? Ах Вместе успели Смотрите ребята Я хочу есть Я бы мог съесть все что угодно И как раз Приходит к нам Товарищ Который занимается Продажей Мы будем выкупать Мы будем выкупать у него Дешевые компоненты Забираем все компоненты Обмениваем на Дорогущий Наверное на кусочки Медикаментов О Кофе Кофе Недорогой Посмотрите Алмазик Очень щедро Вот это тоже нужно Потом Смотрите Овощи Никто нам не приносит Курить хочет Но сигаретку Можно было бы ему Сделать Конечно Давайте Дадим Дадим Вот так Возьмем У него Самокруточек Посмотрим Сколько он Готов Будет Отсыпать Во Шесть самокруточек Отлично Есть что покурить Все же покормлены А нет Ты не покормлен Кушай Так Все в принципе Теперь нам нужно Апгрейдировать Посмотрим Там торговец остался Верстак улучшить Еще Шестеренки Нужны Еще Дрова Это просто Жесть Это просто Жесть Сколько всего Нужно И добрые Соседи Не приносят Нам овощей Так есть же Что покурить Бруно Дайте ему Сигарету У нас же Есть Куриво Почему Он не курит Что ты делаешь Чувак А все нормально Ладно Живем дальше Новости Можно чекнуть Кстати Да Да Сейчас чекнем Чекнем Здесь Значит У него Что Шестеренки У него И у него Их не было По моему Да У него не было Шестеренок Шестеренок У него не было Ребят Поэтому Неинтересно Уходи Идем Посмотрим Новости Представитель Повстанцев Сообщил Что некоторые Районы Могут Стать Недоступными Для Гражданских Лиц Поскольку Правительственные Войска Планируют Штурмовать Город Надеясь Завершить Боевые Действия До начала Международного Вмешательства Вы Служите Радио Погорень Мы С сожалению Сообщаем Что наш Коллега Йован Погиб Сегодня Утром Его Застрелил Снайпер Когда он Шел На работу Многим Будет Его Не Хватать Фигню Передает В ближайшие Дни Сохранится Теплая И мягкая Погода Великолепно Подходит Для прогулок В парке Ну Да Великолепно Сейчас гулять В парке Так Все Завершаем День Армейский Блокпост Может Взломать Их Сделать Отмычку Ладно Спи Спи Добывать Пойдет Естественно Марко Ничего Нового Не появляется Ребята Все Плохо Центр Я даже Не знаю Что Сейчас Нужно Надо На Блокпост Ити Но Там Нужна Отмычка В Тихий Дом Здесь Нам Делать Нечего В Школу С Ножовкой Кто-то Говорил Надо Было Ножовку Сделать Церков Святой Марии Требуется Осторожность 28 Дней Один Раз Сегодня Проиграл Дом Двух Семей Да Долутать Уже Супермаркет Что-ли Пойти Давайте Полностью Зачистим Маркет Многоэтажка Мы уже Были Там Все Уже Облутано Там Слишком Мало Осталось Ладно Сходим Еще Раз Супермаркет Но Там Как-то Можно Проскочить Все Профессионально Естественно По стелсу Делать Если Долутаем Здесь Супермаркет Полностью Весь Все Что Мы не Пролутали Сейчас Все Заберем Гаража Жалко Не Появляется Пока Там Вот Вкусно Там Еды Море Просто Отмычка Нужна Ножовка То Есть Там Мало Осталось Там Мало Адриана Очень Мало Осталось Здесь Больше Вот Если Сейчас Вылазку Делать Здесь Значительно Больше Ресурсов Поэтому Мы Идем Сюда Там Еще Вся Крыша Как бы Полная Ресурсами Здесь Мы Даже Все Не Унесем Отсюда Так Ну там По-моему Ничего Больше Не Осталось Если Не Будешь Посещать Непосещенные Места Новые Появляться Не Будут Понятно Я Пойду На Блокпост Следующим Главное Не Потерять Там Марко По Стелсу Пойдем На Блокпост Следующая Ночь Попробуем Вылутать У них Все Своровать Так Электроника Здесь Есть Здесь Тоже Много Ресурсов Материалов Много Это Хорошо Так Это Мы Берем Это Берем Хорошая Сигарета Сигарета Наконец-то Кто-то Возрадуется У нас Ладно Возьму Я ему Сигарету Пускай Покурит Пройдет У него Опечаленность Сразу Порох Взяли Да Все Не Вынести Нафиг Этот Сахар Не Нужен Компоненты Важнее Дрова Вообще Наверное Лучше Не Брать Потому Что Если Мне Надо Будет Я Пойду Нарублю Мебели Очень Тяжело Будет По стелсу Практически Импассибл Да ладно Ты меня Пугаешь Ладно Сейчас Подумаем Марко Уже В Убежище День Оба Легко Ранены Приходят В себя Так Ты Вставай Постель Занимаешь Добытчика Нашего Смотрим Что у нас По ресурсам Что можно Верстак Нам нужно Улучшить Шестеренки Нужны Дров Не Хватает Всего Хватает Только Шестеренок Нет Школы С ножовкой Сейчас Сделаем Делаем Еще Две Ножовки Профессионально Марко Уже В Убежище Эх Адриана Адриана Ладно Так Значит Есть Не нужно Сейчас Пускай Марко Отсыпается Ждем Гостей Которые Сейчас Придут В школу Можно И без Ножовки Сходить Там Есть Что Получить В школе Мы уже Были Кросске Мы уже Там Много Пролутали Надо Новые Места Открывать Поэтому Нужно Идти В новые В новые Локации А мы Ходим В одни И те В принципе Ну Еда Кстати Уже Стала Кончаться Тоже Неприятно Нужно Сейчас Найти Место Где Много 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 Еды Его Уже Лутать Мясо Собери Из Ловушки Да Кстати Новую Надо Заправить Надо Еще Одну Ловушку Такую Сделать Надо Две Таких Ловушки Иметь Или Три Вообще Давайте Заправим Такую Ловушку Сделаем Еще Одну Такую Ловушку Ребят Чтобы Вообще Еды Было Вдоволь И А Сборник Сборка Воды Шестеренок Нет Надо Выменивать Их Шестеренки Дорого Их Делать Шестеренки Постоянно Нужны Ребята Все 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 есть Рисковать Или Нет Это Уже Как Сам Хочешь Так Марко Выспался Ложись Спать Ладно Завершаем Здесь День Завершаем День Пойдем С ножовками Все Таки Обчистим Возьмем Ножовки В количестве Двух штук Которые Мы Недавно Сделали И Вскроем Там Все Берсерк Нету У меня Шестеренок Я бы С удовольствием Ребят Построил Все Но Ресурсы Ограничены Где У нас Ножовки Здесь Вообще В школе А Там Внизу Садик Сейчас Здесь Подберем Охрану Уже Третий День Не Ставишь Ну Ничего Страшного Они Отбились В прошлый Раз Значит Просыпаются Дерево Вроде Много Но Пускай Будет Еще Ни одного Сборника Воды Не поставил Сейчас Зима Уже Насчет Постановки Охраны Когда Есть Ружье Видимо Можно И не Ставить Никого Потому Что Три Дня Мы Не Ставили Сейчас Опять Насчет В этом Нет И Когда Я Не Поставил В Один День На Нас Напали Мы Отбились Два Патрона Было Потрачено Поэтому Смысла В этом Тоже Особо Нет Пускай Лучше Спят Отдыхают Ну Проверим Что Будет Дальше Конечно Но У меня Ощущение Такое Что Если Есть Автомат Смысла В Охране Нет Бдить Не Нужно Люди Просыпаются Из автомата Дают Очередь И Все Будет Зима Будет Твич Упал И Это Все Что Ли На Это Я Потратил Ножовку Да Ну Его На Фиг Четыре Овощи Еще Дней Семь Может Пройти Без Зимы А Патроны Закончатся Так Там Еще Есть Медикаменты Твич Ребята Сейчас Перезапущу Здесь Здесь Только Доски Ребята На Твиче Все Хорошо Посмотрите Так Тут Два Бомжа Это Сейчас Забираем Да Все Убегаем Отсюда Но Это Бред Ножовку Потратил Просто Так А Тут Тоже Ножовка Ребята Сейчас Посмотрим А Вот Здесь Вкусняшка Должна Быть По-любому Ух ты Ух ты Здесь Можно Поменять Будет Ружье Вот Это Самокрутки У нас Есть Не Берем Так А Здесь Что Мама Это Ужасно Мою знакомую Девочку Сегодня Застрелил Какой-то Дядя По имени Снайпер Не могу Поверить Что Больше Ее Не Увижу Она Была Такая Добрая Девочка Что Она Сделала Этому Снайперу У нас Отключили Электричество И Учительница Сказала Что Нам Придется Задержаться В школе Не Знаю Почему Но Я Уже Хочу Увидеть Тебя И Папу По Крайней Мере Они Пообещали Передать Тебе Это Письмо Приди И Забери Меня Домой Ладно Да Школа На Войне Это Жестко Здрасте Furious Fox Так Выходим Ладно Выходим Отсюда День Десять Очень Много Классных Вещей Какая Ночь Так Опять Зависло У нас Все Все Хорошо Да Охрану Не Нужно Ставить Я Больше Не Буду Ставить Охрану Хотя Хотя Да Пускай Лучше Спят Все Верно Не Нужно Охрану Ставить Вы Все Видите Что Это Не Требуется Ребята Отдыхают Делаем Три Блюда Четыре Блюда Точнее Марко Сразу Ложиться Спать У него Бруно Как Жена Он Сразу Просыпается Бежит Готовить Муж Пришел Домой Короче После ночной Смены Да И Бруно Сразу Подрывается Бежит Готовить Всем Кушать Все Фигня Ну Это Очень Круто Это Очень Круто Парни У нас Работают Как Три Мужика Выживают Просто Идеально Просто Просто Сразу Сразу Понимают Что Нужно Делать Бруно Сразу На Кухню Муж Приходит Ложиться Спать Отдыхает После Ночи Второй Постоянно Вообще Спит Ему Пофиг Всем Нужно Покушать Сейчас Так Вот Добавки Ложимся Сюда Кушаем Здесь Как Дать Покурить Повару Не знаю Крепкая Мужская Семья Именно Так Они Все Понимают Что Им Нужно Делать Без Пап Норм Да Тромус И Сын Павлуши Который Ничего Не Делает Ура Наконец Приготовил По Два Блюда Одновременно Чат Перезапусти Так Я его Перезапустил Он Должен Сам Так Все Все Сыты Задачи Все Мы Знаем Так Кто-то Чувак Пришел Сейчас Шестеренки Будем Выменивать Кресли Охотно Курит Давайте Заключим Сделку Давайте Сэр Мне Нужны Ваши Шестеренки Вот Девять Я Забираю Их В обмен Я Сэр Вам Дам Два Литра Спирта Так Не Пойдет Да Ладно Сэр А может Стоит Посмотреть Вам На Ружье Мое Очень Щедро И Это Радует Так Не Пойдет Давайте Больше Давайте Мы Уменьшим Отлично Мы Договоримся GG Договорились На Шестеренки Обменялись Хорошо Эти Шестеренки Нам Нужны Были Для Сбора Воды Нужно Сделать Сбор Воды Я Надеюсь Что Вот Уже Уже Все Хорошо Делаем Сбор Воды Ставим Его Вот Сюда Хотя Марко Устал Он Должен Спать Так Павло Займись Пожалуйста Этим Марко Идет Спать Еще Одно Блюдо У нас Готово Сейчас Сделаем Сбор Воды Также Построим Фильтр Бруно Легко Ранен Печален Может Кресло Ему Правда Построить Бруно Сделает У нас Фильтры Фильтры Для воды Нам Нужно Сделать Два Фильтра Для воды Сделаем Можно Просто Зайти В новую Локацию И выйти Так Какая Зачем Какой Сбор Скоро Зима Все Равно Надо Сделать Что Печка Печка Уже Второго Уровня Кому Поспать У меня Уже Спит Марко Так Здесь Ловится Все Что Нужно Вода Собирается Вторую Ловушку Вторая Ловушка Стоит Очень Дорого Очень Дорого Это Еще Три Шестеренки Ребята Нужно Да Надо Где-то Брать Эти Три Шестеренки Ладно Все Завершаем Этот День Бруно Печален У меня Есть Сигареты Я не Знаю Почему Он Не Курит Так Бавла Охраняй Бруно Спи Марко Добывает Дом Для Двух Семей Давайте В дом Для Двух Семей Прокрадемся Через Обитаемую Часть Дома Взломаем Им Все И Откопаем Надо Было Отмычку Ладно Кресло Сделаем Кресло Итак Это Часть Дома Откуда Доносятся Выстрелы Нужно Действовать Осторожно Ой 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 Ублюдок Чего Он От Нас Хочет Они В Нас Палили Ребята Смотрите Они Нас Ищут Не Знаю Бажина Пристрелит Его Сразу Как Увидит Ребята Это Серьезно Это Серьезно Сейчас Мы Будем Получать Короче Главное Не Отдать Марко Марко Посмотрю Осталась Ли Там Еда Что За Шум Мне Никто Не Шумит Так Уходи 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 В тень Так Так Тихо Вовремя Вовремя Ребята Это Остался Лопата Если Че Че Заберем Эту Женщину Иди Сюда Проклятые Крысы Проклятые Конечно Проклятые Опять Твич Упал Делаю Старт Стоп Ой Ой Я Сделал Старт Стоп Уходи Я Просто Развернулся Друзья Чуть Я Не Потерял Марко Ой 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 Это Было Опасно Да Ну мы просто посетили локацию Нормально Давайте построим кресло Он вышел из тени Когда я развернулся Снова Давайте сделаем кресло Реально Пускай Курит себе Вот здесь Вот радио И кресло Идеально Хорошо что жив Да Главное чтобы новые локации Сейчас открылись Если новые локации Откроются Будет Зажибись Но локо Там богатое Если что Да я понял уже Так Кто там курильщик у нас Иди Бруно Отдохни Поменяйтесь Кроватками Мальчики Так Стоит Нет 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 Ты идешь сюда И садишься на диван И отдыхаешь Посмотрим Что это нам даст Так Ну Самокруточку Нет Не хочет он Ждем Кто придет к нам В 10 Спасибо Что живой Я отходил Да Да Бинтов бы Мой желудок Курчит Ребята Вы Не сильно голодны Курить он не хочет Кстати говоря Вода собирается Вода собрана Еда у нас есть Где твич Ребята Еще раз твич Перезапущу Сейчас Там кто-то пришел Помогите Есть там кто Мне нужна помощь Давайте посмотрим Что у этой женщины происходит Здравствуйте Вы мне поможете Нам нужно Бинт Предснова Какого взяла Благодаря вам Все раненые Выздоровели И вернулись По домам Однако Одному из них Еще нужны бинты А у меня Кончились Ладно Дам тебе бинт Ладно Дам Дам Хорошо Вы спасаете Жизнь Я знаю Карма Твич Запустился Ребята Скажите Пожалуйста Давайте Перевяжем Где у нас Там Бруно Он легко Ранен Зачем ему Перевязка Они Сами Курят Пьют Кофе Сколько Уже Смертей Десмак Мы не умирали После того Раза Один раз Мы сегодня Проиграли Так Печь Топить Не нужно Ладно Отдыхаем И готовимся К следующему Походу Ребята Твич Встал У вас Твич Стоит Пожалуйста Все Все Твич Площад Площадка Я Я Я Никита И мой Твич Всегда Стоит Отлично Рад За тебя Как все Надоело Лаги Лаги Аккуратнее Там Вроде Снайпер Стреляет Да Вот Я Уже Прочитал Придется На склад Платайте Сходи Разок Тупо За едой На стройплощадку И все Да Давайте Туда Сходим Че бояться Че бояться Никто Не умрет Возьмем С собой Лом Лопату Наберем Еды Тонну Никого В охране Не оставил Застройщик Пообещал Что квартиры Будут Достроены Во что Быто Ни Стало Легкий Троллинг От Разработчиков Так Здесь Есть Вы Слышали Там Реально Снайпер Стреляет Сверху Сейвовы Играй Сейвовы Играю Билд Ордер Блюду Все Хорошо Так Лол Дэвэпи Переводит Еще 100 рублей Молча Как-то Спасибо тебе Бро Большое Нереальное Спасибо Бро Дэвэпи Спасибо Большое Спасибо Мужик Давайте Аккуратно За едой Настройку В смысле За какой Едой Вы меня Патролить Решили Ребят Тут Нет Еды Играй Сейфово Там Наверху С крыши Долбит Снайпер Может Быть Убьем Его Как-то Отношусь К тому Что Люди Иногда Моргают На картинках Замечательно Отношусь Было бы Странно Если бы Люди Не моргали Так Здесь Куча Мусора Рук Ледь Какая Надо Это Все Забирать Надо Это Все Забирать Компоненты Нам Нужны Дерево Вообще Пока Не беру И Все Остальное Оставляем Для Еды Снайпер Снайпер Где-то Наверху Насколько Я понимаю Там Выстрелы Раздаются Все Больше И Больше Увидим Тоже Забираю Только Компоненты Побольше Компонентов Дрова Мы Выменим В любой Момент Я думаю Так А вот Здесь Уже Опасно Я Все Ближе И Ближе К Снайперу На Строиплощадке Еды Нет Ребята Кто-то Меня Тральнул Смерть Снайпера Плюс К морали Он же Невинных Лупит Еще Ниже Спуститься Можно Будет Но Нужны Будут Ножовки На Второй День Да Вон Там Два Снайпера Что-ли Подождите Давайте Лопаты Здесь Откопаем И если Что Уходим Вниз Соберем Компоненты И посмотрим Посмотрим Что там Будет Дальше Главное Чтоб Гараж Открылся Там Еды Можно Будет Добыть Так Давайте Глянем Если Там Мужик Какой Не Никого Нет Дверь Открываем Профессионально Профессионально Перепрыгиваем Эй Это Не Получится Сделать Наверх Я тоже Забраться Видимо Не Могу А нет Могу Здесь Есть И Вон Там Находится Снайпер Их двое Здесь Их двое Здесь Ребята Опасно Спасибо тебе Большое За все Афинти Смотрите Идет Идет Сучонок Сейчас мы Ему Дадим Блин Давай 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 Иди Чекни Сюда Там Друг Его Давай Давай Я Жду Тебя Иди Так Один Уходит Сейчас Сейчас Пасет Меня Ребята Пошел В спину В спину Будем Убивать Время Ребята Время Тикает Ребята Либо я Либо он Нет Я Сначала Сделаю Тебе Предупреждение На Первый Раз Блэк Халф Второй Раз Этого Не Будем Блин Я Свернулся НЕЕТ Из-за тебя Я Развернулся На другой Монитор Чтобы Выдать Блэк Халфу Предупреждение Соответственно Когда я Свернулся В игру Персонаж Этот клик Воспринял И вышел Из-за Ограды Из-за того Что я Свернулся Разворачиваюсь В игру И видите Клик Проходит Вот я Разворачиваюсь Блин Надо было Escape Нажать Потом Сворачиваться Потом Ой-ой-ой Это Это Просто Печаль Буду Escape Теперь Жать Всегда Потерял Просто Так Чувака Ладно Ладно Ничего страшного Ничего страшного Готовим Еще Две Порции Еды Ждем Следующего Выжившего Он Скоро Кстати Должен Прийти Получается 16 день Через 4 дня Придет Выживший Так Давайте Сейчас Две 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 Еды Сделаем Еще А если Время Кончится Что Будет А Если Время Кончится То Все Плохо Будет Так Голоден Легко Ранен Опечален Голоден Голоден Ладно Ребят Давайте Ложиться На кровати Ждать Пока Кто-то Придет Отправь В поле Мужика Который Всегда Спит Пусть Отрабатывает Ок Надо 4 дня Сейчас Подождать Мы ждем 4 дня Приходит Новый Человек И Естественно Мы Уже Будем Смотреть Кто Это Вот Рома Сейчас Придет И Все Будет Хорошо Пока Добывать У нас Пойдет Готовую Еду Украсть Нельзя Вот Видишь Ладно Охраняй Бруно Спит В кровати Не охраняет А добывать Пойдет у нас Павлу И не пойдет Он больше На стройплощадку Мы теперь Пойдем На склад Мы теперь Пойдем На склад С топором Привет Бенни Привет Дружище Рад Видите Так Твич Ребята У вас Работает Надеюсь В следующий раз На площадку Автомат Бери Да Я больше На площадку Не пойду Там смысла Вообще Нет Там нет Ни лута Ни черта Ну это Вообще Бесполезный Заход Я так и знал Что что-нибудь Случится На площадку Просто так Ходить не нужно И стройплощадка Недаром сказано Что опасное место Оно реально опасное Просто так там не пройти Ну точнее Надо пробовать Винни-Пух У меня полностью Студийное оборудование Стоит Никакой Софтовый Это ревибратор На микшере Стоит На Ямахе Здравствуй Миксер Кто-то написал На стене Нам нужно Уйти на поиски Лена Мы будем ждать На рынке Ежедневно В полдень С плюс Д Так Здесь Здесь что Здесь два мужика Я не прочь снова Сходить на Вуманитарку Надо их Немного Облегчить Задача сейчас Убить всех тех Кого я увижу В тени Я не буду Больше церемониться Вот с этой фигней Как было раньше Я сейчас буду Просто убивать Из тени С топора Надо бы Романа Конечно Взять Если бы Роман Пришел Через 4 дня Было бы круто Но неизвестно Будет у нас Роман Или нет Если что Сразу убегаем Тут тоже Смотри Не лажани Нет Я просто Сворачиваться Разворачиваться Не буду Вот и все Вот его Я сейчас убью С топора Да Я его грохну Сейчас Да Он мне не нравится Ладно Я его убью С топора Когда он будет Выходить вниз Давайте сделаем Так Мы сейчас Идем Чекаем Здесь Что есть Потом Подстережем И будем Убивать Я уже и так Загрузен Так Здесь кто Здесь кто-то стоит Нам это не надо Сейчас нам нужно Выбить одного из них И уже уходить Уходи 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 К выходу ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй 400 рублей примерно в стиме я брал по скидке 15 процентов там 370 ой-ёй-ёй ребята извини за глупый вопрос но как называется игра очень интересная игра называется this war of mine дружище на нас напали кто-то явился ночью чтобы ограбить вас три патрона опять потратили да на охрану оставлять не нужно вот я не оставлял на охрану и все было хорошо легко ранен опечален устал почему он ранен то давайте включим радио посидим на кресле вообще надо взять пушку уже и пойти наказывать на пускай спит сейчас посмотрим кто придет в 10 часов утра ой но это сложно конечно ребята на твиче у вас все хорошо скажите пожалуйста сразу есть ли какие-то проблемы чтобы уже знать принимать какие-то решения или нет новости чекай на радио сейчас чекнем сейчас поспят так один у нас бруно оставался дома бруно как раз сейчас чек не дождем кто придет но прийти должны на 16 день здесь вообще новостей нет люди рысчут по улицам в заброшенным домам в поисках пищи дров или ценных предметов если в ближайшее время в город не поступит снабжение ситуация станет крайне тяжелой так и есть сигареты и табак настоящее время используются в качестве валюты погорения однако их запасы в городе подходит концу что случится если они закончат отлично сейчас будем сигаретами торговать ребята следующий торговец приходит и мы торгуем сигаретами как термостат сделать смотри в схемах в верстак заходишь и смотришь что тебе нужно надо апгрейдировать верстаки апгрейдить их постоянно чтобы они были все лучше и лучше так сейчас кто-то должен прийти посмотрим кто же это будет ухты ухты чувак стоп стоп ребят смотрите там мужик какой-то вы не откроете я не бандит у нас новый новый ребята человек конечно же конечно же спасибо что открыли дверь и ищу место чтобы спрятаться на некоторое время меня мобилизовали повстанцы но я не захотел убивать своих братьев поэтому избежал если меня поймают я труп разрешите мне остаться с вами ребята это же роман роман профессиональный убийца которого можно отсылать на любые абсолютно задания офигеть роман конечно да добро пожаловать роман это самый лучший убийца в игре вот как тебе так везет в смысле давай роман отдыхай отдыхай роман конечно же ты наша надежда просто ты наша надежда крысу да сейчас крысу сделаем зарядим новую ловушку зарядим роман тренированный боец гуманитарий да так здесь мы делаем ловушку снаряжаем по еде никто сильно не голоден и можно вступать в новый день да это действительно лучший убийца хромоноген просто раненый убийца так склад мы были городская больница новая новая городская больница у нас появилась но нам нужен гараж малая обитель в этом старом доме проживала пожилая пара с сыном но они сбежали еще до начала блокады поговаривают что теперь в доме поселились подозрительные вооруженные люди если мы пойдем туда нужно быть крайне осторожным пойдет конечно же у нас роман слотов правда мало но он возьмет с собой топор будет из тени убивать врагов интересно какая погода сегодня сейчас мы покажем тебе погоду нифига себе нифига себе ребята секретное место какое так вооружен или нет я немного пьян они тут я смотрю хорошо живут давайте подойдем и посмотрим так посмотрим что наверху я здесь среди теней да 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 так какие-то бандиты странные там вон на кухню надо пробраться давайте наверх проберемся облутаем их холодильник и валим отсюда неплохо лалайла неплохо ребята очень неплохо зашли мы так уходим уходим уходи уходи там с ружьем мужик но холодильник мы взяли холодильник взяли дальше неизвестно что здесь конечно же посмотрим что сейчас там если чё шлёп нет там чувак это новый ассасин юнити да выбегаем просто давай пока больше так не делай я уже и все сделал просто минус холодильник в доме джи джи это невероятно это просто невероятно было вы видели просто облутал все вот это роман кормилец наш каждую ночь бы так конечно там еды просто море просто море посмотрите четыре консервы два кусочка курицы два кусочка овощей спирт электроника медикаменты ребята это серьезно роман хорош так эти ребята очень голодны поэтому нужно бруно приготовить начала поесть одну порцию ты тоже вставай садись на кресло до джи джи а роману нужно отдохнуть роман будет с топором везде ходить просто если чё рубить кого-нибудь вот бы добавки какой добавки готовь еще нужно делать две порции обрек трех людей на голодную смерть вот так это называется никто не это бандиты были во первых здорово это чё такое привет сон тест это зис воров майн собирай воду и мышелов куда сейчас соберу так кто не поел ты не поел роман спит пускай отдыхает он хорош вода у нас где стоит вода здесь стоит воду надо зарядить новый у нас еще фильтр есть ты поел легко ранен ложись спать курицам кроме крыс уже ничего не видели давно ну курица как крыса в принципе точнее наоборот так зарядим еще ловушку здесь сделаем таким вот образом ловится новые мышата смотрим кто приходит к нам сейчас это торговец давайте поторгуем поторгуем посмотрим чего нам не хватает из ресурсов нам нужно больше компонентов естественно и прочего сон тест смысл игры в том чтобы выжить войну пережить пережить и тяжелые времена так заберем фильтр заберем патроны заберем воду заберем шестеренки заберем вот это все даем ему так так сигареты сейчас у нас в цене да да ладно он еще все скурил что ли ребята где моим мои самокрутки ребята бруно все скурил две консервы ему дам бруно все скурил у нас это несерьезно спирт сливай не 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 спирт а ладно ладно забираю же забирай спирт сейчас вот это вот выкидываем вот это вот минусуем в два раза не 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 еще одну консерву надо дать значит вот таким образом неплохо получилось запираем дверь они курят автоматом три штуки в день ну вот давайте посмотрим что у нас нужно для апгрейда таблетки да и страв давайте делаем новый верстак получше можем это себе позволить уже и все вроде бы нормально пока так и мы можем теперь делать миксер прибор позволит замешивать порох или компоненты лекарств терморегулятор как раз нужно сделать один делаем терморегулятор и сделаем микшер тут журнал вроде должен быть там можно глянуть что потратили за день или нет такого я такого не видел здесь из биографии они описывают каждый день свои ощущениям вот это единственное так мы делаем лампу чтобы выращивать растения в помещении давайте табак повыращиваем раз уже то ресурс в общем так делаем делаем сейчас до лампу будем выращивать табак делать самокруточки и продавать это все дело торговцам соответственно получая ресурсы и нам вообще не нужно будет делать вылазки наверно да но увидим когда эскейп нажимаешь когда эскейп нажимаешь у тебя вылазит меню так я не понял а куда у меня установилась это все лампа и прочее ребята а где то что я сейчас настроил где вся моя электроника куда она ставится у у нас одна и где она 1 надо фильтры сделать для воды а где лампа то и все остальное я сделал микшер чтобы замешивать травы да а где это все она в запасе а понятно ладно хорошо плюс 18 день 14 поехали дальше роман у нас выходит добывать новых мест так и нет склад склад надо там убивать всех я думаю другого варианта нет поэтому надо идти на склад и грохнуть там кого-нибудь или тихий дом или дом двух семей стройплощадка давайте ка нет я туда не пойду бы хотя давайте зайдем на стройплощадку с топором и отомстим за нашего товарища который там упал голодный роман либо последуем тактики игоря а сделаем как мы проберемся наверх и подождем пока ребята снайпер его товарищ уйдут запись так про предыдущего стрима не сохранилась к сожалению поэтому я его не смог выложить на youtube только хайлайт а твич мне экспортировать отказался предыдущую запись поэтому вот так эта запись будет залито на youtube их нету там свалили они сейчас глянем игорь мне сказал что возьми ножовку и лом а вот так вот 12к привет игра называется this war of mine снайпера здесь нет надо пролутать что-нибудь ну возьмем компоненты еды у нас достаточно у нас не хватает материалов сейчас на базе блин ребята у меня анонс слетел так здесь все заперто здесь тоже заперто так здесь можно прятаться но это нам не нужно а вот тут уже что-то находится посмотрите вниз надо прыгать вниз спрыгиваем да отлично и эту дверь как раз отсюда можно разрубить невероятно просто просто невероятно ребята но все-таки начать гильзы собирать может начать да здесь уже два раза она забрикадирована все хорошо здесь видимо тусили снайпер со своим товарищем отлично ой 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 кому-то сильно повезло сегодня так а здесь уже шины шины сейчас мы заберем вот это да вот это я понимаю все убегает сюда домой домой это просто круто это просто повезло это невероятно это просто невероятно вот это халява ребята да зелот это мы знаем что когда нажимаешь наши вещи там описывается все сегодня мне очень хороший улов еще на нас напали три патрона снова изра надо патроны уже покупать большом количестве либо верстать их так ты иди спи бруно вообще у нас выздоровел все хорошо этот парень опечаленный спит ну спи иди спи еды просто вы посмотрите ребята сколько у нас еды и никогда такого не было никогда это просто офигеть так а здесь что здесь не надо здесь нужно верстак наверное улучшить давайте улучшим офигеть я разве микшера не делал миксер я делал один да чтоб такой верстак сделать нужно постараться оружие надо наверное починить столько пользуешься уже им у нас три мужика у нас три мужчины так терморегулятор есть и для зимы мы в принципе готовы если что надо будет апгрейдить сразу печь не хватает снова компонентов печку грейд да но пока тепло еще но будет все плохо я думаю на следующий день да ребята ситуация крайне хорошая ребята честно вам скажу уже стрим идет 6 часов я рассчитывал на 5 на 4 5 часовой поэтому давайте остановимся сегодня на этом моменте а завтра продолжим в это же время то есть в 16 16 6 часов уже хочется покушать отдохнуть я стримлю без перерывов насколько вы знаете поэтому давайте сегодня закруглимся уже уже начинается физическое недомогание как бы спасибо вам большое за то что вы присутствовали но елки-палки не могу больше устал давайте завтра завтра мы продолжим в это же время спасибо вам большое за моральную материальную поддержку за то что вы присутствуете приходите всегда и поддерживаете трансляции завтра в 16 16 мы продолжаем мы продолжаем да я не буду играть без вас обещаю естественно спасибо вам еще раз увидимся всех кого забанил напишите мне в личку возможно я разбаню естественно если там будет отличная формулировка почему и как ну то есть естественно я приму ваши извинения по поводу своего поведения естественно разбаню спасибо вам еще раз друзья завтра в 16 16 увидимся на этом же месте а я пойду отдыхать самому столько про еду игра про еду это просто пипец самому хочется есть сильнее и сильнее спасибо вам еще раз за все а пока надо запустить здесь ну где то почему то ролик постоянно телево вот такой вот ролик есть увидимся завтра до новых встреч на 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 пока ребята еще раз всем спасибо большое шуморо шоу это именно то чего ты так долго ждал но для зрителей старше 16 лет и не забудь рассказать друзьям о сайте 3w.shimoroshow.com пока друзья до завтра увидимся снова